Всем доброго времени суток. Мы все из разных часовых поясов, поэтому точно указать, кто где находится, очень сложно. Всем доброго времени суток, уважаемые участники. На 40-й общей конференции ЮНЕСКО в 2019 году было принято решение об учреждении ежегодного Всемирного дня логики, который проводится с тех пор 14 января и координируется Международным советом по философии и гуманитарным наукам. Насколько это известно, по крайней мере мне, предложение об учреждении этого памятного дня исходило от участников Ассоциации универсальной логики и в первую очередь от Жанна Ива Безьё. Эта дата, 14 января, выбрана не случайно. Дело в том, что она связана с двумя, пожалуй, величайшими логиками XX века, Куртом Гёдалем и Альфредом Тарским. С одной стороны, причина грустная. Курт Гёдаль ушел с жизни 14 января 1978 года. С другой стороны, жизнерадостная, так как Альфред Тарский родился 14 января 1901 года. В этот день, а иногда и в смежные дни, ежегодно по всему миру различными научными группами и энтузиастами проводятся разного рода мероприятия, посвященные дню логики. Иногда это что-то строго научное, рассчитанное на специалистов. Иногда что-то более популярное для самого широкого круга интересующихся. Вот когда вчера вечером я смотрел страницу со списком мероприятий этого года, то в ней было указано более 90 разных мероприятий, проходящих в более чем 50 разных странах мира. Это впечатляет и связи. И, значит, касательно этого я хочу выразить свою признательность и благодарность всем, кто сегодня решил присоединиться к нашему мероприятию. В этом году оно заявлено как конференция, и эту конференцию мы решили назвать логикой и аргументацией. Коротко напомню программу конференции, хотя, в общем-то, вы могли с ней уже ознакомиться. У нас запланировано 5 докладов и круглый стол. Значит, доклады представят Дмитрий Владимирович Анкин, Евгений Васильевич Борисов, Сергей Юрьевич Уколов, Елена Николаевна Лисанюк и Алексей Геннадьевич Кислов. На каждый доклад отводится 40 минут. Каждый докладчик самостоятельно решает, как распределить это время. Мне кажется, наиболее оптимальный вариант – это 30 минут на выступление и 10 минут на короткие уточняющие вопросы. Сразу же хочу попросить участников оставить длинные или дискуссионные вопросы на круглый стол. После выступления, пожалуйста, постарайтесь задавать короткие уточняющие вопросы по теме доклада. Для того, чтобы у нас не было путаницы, сигнализируйте, пожалуйста, что вы хотите задать вопрос. Например, можно поднять виртуальную руку или сообщение скинуть в общий чат. Например, в чат можно отправить сообщение со словом «вопрос», тогда будет понятно, что вы хотите что-то спросить. Мы вместе с коллегами будем следить за временем и по возможности предоставлять слово для вопросов. Круглый стол, который состоится после обеденного перерыва, будет представлять собой открытую дискуссионную площадку. И в ходе круглого стола каждый участник может выступить со своим, опять же, небольшим сообщением или задать какие-то более длинные вопросы как докладчикам, так и остальным участникам нашей конференции. Правда, снова хочу попросить всех иметь в виду, что остальные тоже, вероятно, хотят выступить. Пожалуйста, не занимайте все время, дайте возможность высказаться всем желающим. Мы выступаем за конструктивное участие каждого. Кроме того, время круглого стола тоже ограничено. И каким бы приятным ни было общение на интересные для всех нас темы, у каждого из нас есть еще свои собственные дела на работе и дома. Вот в этом году у нас достаточно длинное мероприятие. Оно занимает практически целый день. Не все, в том числе, не все организаторы смогут выдержать этот накал рациональности, логичности и блестящей аргументативности. Позвольте теперь представить коллег, которые непосредственно причастны к организации нашего мероприятия и будут помогать в его проведении. Это наш докладчик Дмитрий Владимирович Чанкин. Далее Илья Андреевич Гущин. Еще один наш сегодняшний докладчик Алексей Геннадьевич Кислов. Ольга Александровна Козырева и Виктория Алексеевна Сухаревна. Сухарева. Мы тут на кафедре просто сидим, они меня отвлекают, мешают мне с этим приветственным словом. Также в организации конференции приняла участие директор Департамента философии Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета Юлия Владиславовна Бурбулис. И, в общем-то, благодаря ей мы имеем возможность сейчас в зуме находиться. Меня зовут Ламберов Лев Дмитриевич. Все мы, кроме Юлии Владиславовны, работаем на кафедре онтологии и теории познания Департамента философии Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета. На этом я свою вводную часть заканчиваю и передаю слово нашему первому докладчику, Дмитрию Владимировичу Чанкину, профессору кафедры онтологии и теории познания Уральского федерального университета. Пожалуйста, Дмитрий Владимирович. Спасибо, Лев Дмитриевич. Итак, у меня заявлен доклад «Логика и риторика философской аргументации». До конкретного анализа тех или иных логических и риторических форм я не дойду, я выскажу только общие спекулятивные соображения. Они будут касаться главного тезиса, который заключается в том, что риторическая и логическая аргументация – это на самом деле разные функции, и у них различные генетические источники. Просто достаточно часто встречается в литературе утверждение, что, дескать, логика может некоторым чудесным образом, логическая аргументация может каким-то чудесным образом возникнуть из риторической аргументации. Мне кажется, этот тезис совершенно ошибочен. Я попытаюсь немножечко это обосновать, почему он ошибочен. Для начала я хочу напомнить интересное, талантливое произведение искусства, драму Анатолия Васильева «Платон. Государство». Я думаю, что многие ее помнят. Вот что пишет Васильев по поводу своего Сократа, который занимается аргументацией в соответствующей драме. Васильев пишет, что Сократ и те, с кем он беседует, это не те литературные герои, наделенные психологическим складом и характером, которых мы знаем по новейшей литературе. Это просто условные фигуры, которые ведут между собой философские беседы и споры. Скажем, Сократ – это фигура мудреца, который в споре всегда оказывается прав и знает, что такое истина. В своих рассуждениях он действует логикой, аргументацией, сложно, часто витиеватой системой доказательств. И в том, что он говорит, всегда присутствует живая пульсирующая мысль, которую, собственно, и надо обнаружить актерам. Мне кажется, с одной стороны, великолепные слова. Васильев действительно увидел что-то необычайно важное, что Сократ – это не литературный герой. Васильев пишет, что не тот литературный герой, который наделен психологическим складом и характером. А с другой стороны, данная задача представляется мне невыполнима, невыполнима в принципе, невоплотима. Васильев рекомендует изобразить Сократа действующего логикой, аргументацией, сложно, часто витиеватой системой доказательств. Вот тут совершенно присутствуют как бы чуждые логики вещи, которые невозможно воплотить в художественном литературном творчестве. Я имею в виду прежде всего это выражение – витиеватость системы доказательств. Витиеватость системы доказательств – это нечто невоплотимое в принципе. И несмотря на огромную талантливость соответствующей драмы, план Васильева по большому счету провалился. По большому счету провалился, потому что витиеватость была воплощена, но, будучи воплощенной, она уничтожила и Сократа, и Платона. И Сократа, и Платона. То есть как бы разрушился исходный источник. Разрушился Сократ, который стремится к истине и аргументирует, претендуя на объективность и общезначность. Сократ действительно выжил какой-то хитрый и витиеватый, который может уложить всех кого угодно и добиться своего, доказать свое, несмотря ни на какие аргументы, несмотря ни на какие обстоятельства. Это не настоящий Сократ, это подделка. Это подделка. И Платон не настоящий. Платон тоже оказался подделкой. Это не государство Платон. Вот почему так происходит? Откуда взялась вот эта самая невоплотимость? Невыразимость логической аргументации, претендующей на истинность? Мне кажется, что логика и риторика происходят из разных источников. Из разных источников. Эти источники достаточно глубоки. Они присутствуют у высших животных, каковыми мы, в общем-то, и являемся. Мы относимся к отряду обезьян, являемся высшими обезьянами, ну или приматами, более научно выражаясь. Обезьяны – это коллективные животные. И очень большую роль играет их взаимодействие между собою, внутристадные отношения и влияние. Это с одной стороны. А с другой стороны, всякое животное, неважно коллективное или не коллективное, обезьяна или не обезьяна, для того, чтобы выжить, нуждается в какой-то адекватной информации о окружающем мире. И выражаясь в философских категориях, всякое животное, чтобы выжить, нуждается в истинной информации. И вот эти вещи не всегда между собой совместимы. Воздействие на других, любым способом, лишь бы добиться своих стадных целей и следование объективным обстоятельствам, которые необходимы для выживания. Это, мне кажется, как раз исходные еще животные источники того различия между риторическим и логическим, которые в дальнейшем имеют процесс развития в рамках человеческого общества. И вот если мы доходим до уровня уже такой обезьяны, которая владеет философией, то ситуация становится, мне кажется, еще более интересной. Я не берусь говорить о различных культурах, имеющих свою собственную историю, но вот на примере известной нам греческой культуры и греческой философии можно высказать некоторые соображения по данному поводу. Считается, что логика зарождается в рамках движения софистов пятого века до нашей эры. Как бы софисты раскалили слово, как то пишет известный наш исследователь Сергей Сергеевич Аверинцев, и, дескать, в результате этого раскаленного риторического слова и рождается логика. Но, опять же, не все так просто. С одной стороны, Аверинцев во многом прав. И как бы работа с языком это некоторая неотъемлемая составляющая логической аргументации. Это очень важный момент, мне кажется, если мы сравниваем логическую аргументацию с математическим доказательством, то математика как бы она древней и она не столь нуждается в работе с языковыми формами. Можно вспомнить пифагорейцев, которые считали, что математика просто говорит о природе, напрямую говорит о природе. Правда, природа при этом представляется чем-то достаточно мистическим, но это для математики вполне нормально, без всякого языкового опосредования. В логике подобное невозможно. И логика возникает на какой-то дальнейшей уже ступени, на какой-то дальнейшей ступени, когда нам требуется языковое опосредование. Но логика, как и математика связана вот с этим стремлением к истинной информации, которая может расходиться с стремлением убедить, убедить во что бы то ни стало, доказать свое, воздействовать на родное стадо и тому подобное. Именно с познанием объективности. Но логика еще дальше от той самой действительности, от объективной истинной информации. Логика работает с опосредованием, она создает теории не об этой действительности, а теории о языковом воплощении наших теорий о действительности. То есть это уже как бы следующий шаг, логическая аргументация возникает как некоторая метод теория уже после того, как пифагорейцы настроили своих математических конструкций первопорядковых, говорящих о самой природе. Уже после этого только приходит логика, которая связана с упорядочиванием этих первопорядковых мистических математических конструкций. Но прямой взаимосвязи здесь нет. Я не хочу сказать, что пифагорейцы как-то сильно так больше других школ повлияли на возникновение логики в пятом веке до нашей эры в рамках софистического движения. Нисколько не бывало. Нужны любые теории. Математические, нематематические. Главное, чтобы они говорили о этой самой природе и стремились к объективной истинной информации. пифагорейцы не имеют никакого преимущества в этом плане. И не имеют даже первенства в этом плане. И не случайно мне кажется, что логика и математика прекрасно обходились друг без друга на протяжении двух тысяч лет. Несмотря на все призывы Платона не математик да не войдет, они как-то не очень между собой взаимодействуют на протяжении двух тысяч лет. Вот. Обратимся ко второму источнику. Ко второму источнику, связанному с нашей стадностью, животной стадностью. умение убеждать других своей витиеватостью во что бы то ни стало. Речь пойдет о риторике. Ну и риторика рождается примерно в то же время, что и логика. Но это рождение, мне кажется, это совпадение дат рождения, мне кажется, случайно. Случайно, тем не менее. И опять же обратимся к тому же Аверинцеву, который проводит интересное категориальное разделение. Он говорит о том, что вот, дескать, дедософистов мы имели дело не с литературой в собственном смысле слова, а с письменностью. А с письменностью. А литература и одновременно с литературой риторика рождаются позже. Тогда, когда письменность уже не может оставаться, так скажем, общей, анонимной. Когда у древних греков появляется потребность запечатлеть свое индивидуальное, исключительное авторство на те или иные тексты, греки начинают использовать для этого литературные формы, которые комбинируясь выражают вот эту неповторимую подпись авторства, неповторимую авторскую индивидуальность. И это уже не письменность, поверимся, это уже литература. Литература рождается значит сколько у нас две с половиной тысячи лет назад вместе с авторством. Две тысячи с половиной лет назад рождается автор, который маркируется риторическими формами, организованными некоторую целостность. Возникает произведение, произведение. Литература как художественное произведение, а вовсе не как древняя письменность. Вот. И литература воплощает индивидуальность автора через литерические формы, обретающие структуру произведений. Но произведение это совсем не то, чем занимались до сократики. До сократики стремились к познанию природы и строили теории. Строили теории. А теория ни к чему индивидуальному, ни к какому там авторству никак не привязана. Она наоборот должна быть оторвана от этого. И вместо риторических форм нужны какие-то общезначимости. А эти общезначимости достижимы в теориях только тогда, когда мы договоримся о языковых формах, используемых всеми одинаковым образом, а не комбинируя риторические конструкции в некоторой целостности, порождая произведения. Произведения и теория это вещи как бы несовместимые. Произведение завязано на материал языка, она требует какого-то индивидуального воплощения. а теория, она на материалы языка напрямую не завязана. И сцепление с материалом языка происходит только некоторым искусственным образом. В сложных ситуациях, когда нам нужны достаточно уже развитые теории, мы обращаемся к языковой уже общезначимости искусственно фиксируемой, создаем какие-то метатеории употребления способах построения теорий. Вот на этой ступеньке логика, в общем-то, мне кажется, и рождается, когда теории становятся требующими некоторые рефлексии для того, чтобы их построить. Для того, чтобы их построить. Ну, когда мы выходим за рамки той наивной мистики, которой было достаточно, допустим, пифагорейцев для работы с их математикой. Произведение феномен сугубо языковой, риторические формы соединяются в некоторое единство захватываем материю языка, теория же нуждается в некотором языке лишь как средство собственного выражения. логика и предоставляет такое средство. То есть прямое отношение логики к миру, которую описывают наши теории, не существует. Но существует прямое отношение логики к тем языковым общезначимым формам, в которых воплощаются наши теории. В которых воплощаются наши теории. теория в принципе выражима бесконечным числом способов в бесконечном числе возможных языков. Всякая теория, абсолютно всякая. Бесконечное число способов в бесконечном числе возможных языков. И материя и языка всегда лишь средства, а не так скажем, а не телу. Человек нуждается не только в том, чтобы принуждать других членов своего стада, но и нуждается в том, чтобы строить объективную информацию об окружающем его мире. И логика как раз дает некоторые средства языковые в том числе для разговора об этой истинной информации, касающейся действительного мира, а не о формах витиеватого убеждения в чем угодно кого угодно. Как то было в литературе, теория это не произведение в принципе и не может быть произведения. Вот тут-то как раз можно снова вернуться к Платону, к его диалогу государства. Перед нами в общем-то мыслители, я имею ввиду Платона, который стремится к теории. Другое дело, что так сказать, Платон это поэт чего-то антипоэтического. Платон поэт чего-то выходящего за рамки любой любой конкретной языковой материи. Платон поэт не поэзии. Платон поэт теории. И его в общем-то в принципе невозможно в литературе выразить. Ни в какой. И не в литературе самой по себе, не в производных каких-то формах касающихся литературных художественных постановок невозможно выразить. На этом пути. На этом пути. То есть Васильев заметил, что присутствует какое-то безобразие. Персонаж куда-то проваливается. Сократ не может быть литературным персонажем. Но тем не менее Васильев упорно пытается сделать Сократа литературным персонажем и наделяет его витиеватостью. Витиеватостью дедуктивного доказательства якобы. Якобы. Якобы дедуктивное доказательство это есть убеждение. Убеждение. Ну по большому счету конечно все можно рассматривать как убеждение. Но мы как приматы убеждаем не только на основе объективного положения вещей, но и на основе каких-то других соображений. И логика вовсе не первостепенное значение имеет в процессе убеждений среди нас приматов. Так выражаясь. Ну вот под конец я бы хотел еще одну мысль. Идея чистой логики представляется мне некоторой ошибкой, некоторой видимостью. Логика она хоть и может быть чистой, но только в том случае, если она работает на пути вот этого самого поиска объективной информации. И логика всегда зависит от наших теоретических подстроений в отношении того самого объективного действительного мира. В конечном счете, хотя логика не может как математика одеться в мантию, в мистическую мантию и вещать о самой природе. Никогда не сможет. Так, ну и время мое подошло, видимо, я на этом заканчиваю. Спасибо за внимание. Пожалуйста, какие могут быть вопросы? Да, вот у Сергея Маркова был вопрос, я вижу. Пожалуйста. Благодарю за интересный доклад и сообщение. У меня короткий вопрос, но перед вопросом я бы хотел сделать небольшое уточнение о том, что логика и математика две с половиной тысячи лет развивались отдельно и не взаимодействовали. Это однозначно ложная посылка. Вот, чтобы ее долго не привергать, я напомню, на фронтале Академии Платона было высечено, да ни математик не войдет в храм философии. У меня вопрос короткий. Как автор Дмитрий Владимирович, уважаемый, трактует философскую аргументацию? Есть аргументации математическая, юридическая и другие, а вот о философской аргументации не было сказано ничего. Да, мой доклад получился, я согласен, достаточно спекулятивным и конкретного анализа философской аргументации в нем не было. Но я бы так, скажем, сослался на достаточно принятое со времен Ричарда Рорти разделение на философию науку и философию как литературу. Вот из этих двух корней нашей животности, стремление убедить других и иметь истинную информацию. Философия как литература как раз есть нечто отличное и противоположное тому, что есть философия как наука. И движение софистов было изначально расколото этой противоположностью Сократ, Платон, Аристотель. Они как раз противостояли слишком широкому убеждению, которое допускалось софистами как логиками, претендующими на индивидуальность, на индивидуальную логику. Вот. И по первому замечанию, что изначально ложно, что логика и математика развивались отдельно. Может быть, я ошибаюсь, но я не считаю, что Платон выступает как логик. У него нету, так скажем, жестких языковых средств для упорядочивания теории. Он скорее походит на пифагорейцев. Мне кажется, еще не перешел на мета-уровень логического упорядочивания этиории. А Аристотель, он никакой не математик. Ну, точнее, будучи, конечно, последователем Платона, он в математике разбирается, но назвать его математиком в пифагорейском смысле затруднитель. Я не знаю ни одного мыслителя, которого можно было бы до нового времени, естественно, которого можно было поместить и туда, и туда, и в логику, и в математику. Следующий руку поднимал Алексей Коновалов. Здравствуйте. Спасибо большое за ваш интересный доклад. Меня хорошо слышно, да? Слышно, да. Ага, хорошо. У меня такой вопрос. Если я услышал, что вы говорили, что у нас риторика начинается появляется, когда появляется литература, а литература появляется, если правильно услышать, с авторством, да? Я хотел поуточнить, а что конкретно вы имеете в виду, говоря, что вот появляется авторство? Я так понимаю, ну, просто не в том же смысле, как он сейчас, потому что они же, люди часто приписывали какие-то свои же собственные произведения другим каким-то людям, то есть я в данном случае, спасибо за вопрос, опираюсь как раз на работы Аверинцева, который показывает, что другим греки не хотели приписывать свои произведения и заботились о том, чтобы их произведения приписывались только им и только индивидуально. У греков была вполне совершенная система авторства, которая была реализована через разработку риторических форм. Именно риторика, она нуждалась, чтобы убедить других, что это мое. Смотрите, извините, просто как контрпример, мне кажется, что вот есть зять Гомера, например, да, Гомеру, ему много чего приписывают, и Лиаду, и Одиссею, там, какие-то гимны, вот, и хотя вот считается, сейчас считается, что скорее всего это всего разные авторы. Вот почему-то одному этому человеку приписывали. То есть это как-то, по-моему, не сходится. Ну да, да, да. Если мы берем древний эпос, то Аверинцев об этом прямо и говорит, что допустим, песня песней, она не принадлежит там Давиду и так далее. и он показывает, что здесь нету авторской принадлежности, и он показывает, что это не литература. Это нечто иное. А вот смотрите, когда, извините, если перепил, я хотел подчинить, тогда, если как ситуация, когда ученики Пифагора свои достижения приписывали Пифагору, это сюда не относится, там, совершенно другие законы? Или это все-таки как с Гомером ближе? Нет, мне кажется, это уже немножко другие законы. Это немножко другие. Пифагорейцы заботились о чистоте своей теории и это, мне кажется, как бы некоторый путь к общезначимости. Они топили собратьев за нарушение чистоты. теории и так далее. Это немножечко другое, мне кажется. У нас еще на вопросы 10 минут остается. Пожалуйста, давайте дискуссионные на круглый стол оставлять. Следующий вопрос от Дмитрия Зайцева. Спасибо большое за возможность задать вопросы, спасибо за интересное сообщение, но поскольку в нем вы высказываете достаточно, я бы сказал, нетрадиционную точку зрения, то у меня очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, в какой области логики вы работаете, чем непосредственно логическим вы занимаетесь? Непосредственно логическими я практически не занимаюсь, за исключением курса логики и риторики, но это не считается. Я не претендую на то, чтобы быть специалистом в области логики. Я все понял, спасибо. Следующий вопрос от Евгения Борисова. Раз-раз, слышно нормально? Да, слышно. Дмитрий Владимирович, вот вы сказали, вы провели такое различие между логикой и математикой, если я правильно услышал, оно состояло в том, что математические теории не нуждаются в языке, ну, как-то не очень от языка зависят, тогда как просто мой вопрос связан с тем, что любое описание формализованной теории, что в логике, что в математике, начинается с описания языка, то есть сначала мы описываем вокабуляр, потом синтексис, и потом уже строим собственно теорию, например, какой-то метод доказательства. Ну, то есть попросту говоря, я хочу сказать, что чтобы теория была, нужен какой-то язык, но другое дело, что он может быть не естественным, а специально созданным, но тем не менее даже математические теории без языка невозможны, что вы об этом думаете? да, 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 за вопрос, ну, мне кажется, что Галилео Галилей все-таки ошибался, хотя, может быть, я не прав, когда он говорил, что математика является языком, на котором написана природа, все-таки ошибался, мы не найдем в рамках математики такого унифицированного синтаксиса, который мы получаем в рамках логики, когда строим логические системы, мы провалимся, математика это никакой язык. Но все-таки, все-таки о логике и математике, вот в моих руках Сократ, Апология Сократа, под редакцией Александра Маркова, там есть начальное произведение Апология Сократа, Апология Сократа, что такое Апология Сократа, если перевести на язык 21 века, это судебная речь, это защитительная судебная речь не прокурора, не прокурора, и она строится по законам, по законам математического доказательства, Апологического, то есть эту речь можно разбирать со студентами, со студентами как математиками, так и юристами, и философами, то есть вот это неправильный тезис в том, что логика математика, да, это я знаю, что она постулируется во многих изданиях учебных, но это неверный постулат, это неправильная посылка исходная, о том, что логика и математика 2,5 тысячи лет развивались отдельно, там был, конечно, переворот в конце 19 века, но это переворот, это переворот, с этой оговоркой я согласен, а вот о том, что логика и математика изначально там или 2,5 тысячи лет развивались отдельно, да как же у Платона в диалогах, мы же разбираем, мы же разбираем математические доказательства по Платону, там очень четко все прописано, а другое дело, да, другое дело, что там за фразами это все скрывается, я согласен, я согласен, спасибо, я согласен, что любая приличная теория, она должна быть построена таким образом, чтобы не нарушать законы любая приличная и математическая в том числе. Коллеги, у нас осталось время на последний вопрос, если что, я временно подменяю Льва Дмитриевича Ламбера, потому что он вынужден принимать зачеты, вот, в качестве модератора. Николай Тарабанов, пожалуйста. Добрый день, надеюсь, меня слышно. Да, к сожалению, у меня что-то с камерой случилось. Спасибо за логос, Дмитрий Владимирович, у меня уточняющий вопрос, вот, вы упомянули в докладе, что это случайное обстоятельство, на ваш взгляд, то, что логика и риторика возникли одновременно в античности, ну, и вот в связи с этим у меня возник вопрос по поводу отношения между этими двумя понятиями логика и риторика. Ну, вот в теории, логической теории понятий известно, что понятия могут находиться в отношении сравнимости и несравнимости. Ну, и, соответственно, если это сравнимые понятия, то они могут быть совместимыми, несовместимыми, ну, и так далее, да, совместимые, равнозначные, перекрещивающиеся, подчиненные, там, несовместимые, соподчиненные, противоположные, противоречащие. Вот, на ваш взгляд, в каком отношении находятся эти два понятия, которые, вот, название вашей темы логика и риторика? Спасибо. Спасибо за интересный вопрос. Ну, мне кажется, на первый взгляд, я не задумывался над этим, имеется отношение пересечения. Ясно, спасибо. Я понимаю, у Евгения Васильевича появилась еще какая-то реплика? У меня еще один вопрос появился. Ага, есть ли коротенький? коротенький? Вот, Дмитрий Владимирович, в определенном смысле логика, как бы, важнее риторики. Ну, или, скажем так, в определенном смысле риторика зависит от логики, ну, потому что имитация строгости доказательства, имитация логичности, это один из риторических приемов. Ну, разумеется, не единственный, но, как бы то ни было, один из... То есть, в этом смысле риторика отчасти паразитирует на логике. Вот, существует ли, по вашему мнению, обратная зависимость? Зависит ли логика в каком бы то ни было смысле от риторики? Ну, ставить так широко вопрос, в каком бы то ни было, то, скорее всего, можно найти смысл, но достаточно отдаленный, но мне, например, приходит в голову, опять же, это надо обдумывать, обдумывать надо, что риторика, она может выполнять некоторые чисто эвристические функции. чисто эвристические функции, связанные с творчеством, с конструированием, порождением, и это может оказать какую-то поддержку, в том числе и логике. Большое спасибо еще раз, Дмитрий Владимирович, за доклад. Очень оживленная получилась дискуссия. у нас предусмотрен круглый стол в рамках программы после всех докладов, где можно будет вернуться к обсуждению сложных и витиеватых отношений логики и риторики. Следующий докладчик у нас Евгений Васильевич Борисов. Пожалуйста. Спасибо, Евген. Я ведь могу поделиться презентацией, сейчас. Да, стоит такая галочка. Вот, презентацию видно, да? Да. Хорошо. Прежде всего, большое спасибо организаторам за приглашением. Лев сказал во вступительном слове, что по всему миру около 90 мероприятий проходят в связи с этим днем знаменательным. И 90 на весь мир это ведь не очень много. Мир ведь он очень большой. И вот то, что у нас в наших широтах проходит такое мероприятие, это очень здорово, очень радостно. И вообще славная кафедра антологии и теории познания УРФУ большая-большая молодец. Мне всегда очень приятно участвовать в ваших мероприятиях, коллеги, будь то аналитикон или вот это мероприятие. А можно погромче? Микрофон далеко от автора. Тема-то интересная. Так, коллеги, у меня микрофон близко, просто с ним какая-то проблема. Сейчас лучше слышно? Да, намного, да даже в разы лучше. Ага, супер. Значит, большое-большое спасибо организаторам за приглашение. Это первое. И второе такое предуведомляющее вещь. Значит, мой доклад имеет сугубо развлекательно-увеселительный характер, то есть я не планирую представить какой-то научный мой результат, хотя я дам ссылку на готовящуюся к публикации статью, в которой я некоторый результат, связанный с этой темой, представляю, но сейчас сегодня доклад более такой популярный. И вот предмет обсуждения. Понятие логической причинности, связанное с именами прежде всего Зенона и Джона Хоттерна. Джон Хоттерн один из современных мыслителей, я ссылку на него тоже позже дам. Значит, что это за штуковина логическая причинность? Вообще выглядит, это словосочетание выглядит странно на первый взгляд, да, и вообще на любой взгляд оно выглядит странно, потому что причинность это нечто, что мы обнаруживаем эмпирически, логика, причем здесь логика, но тем не менее, вот существует в литературе такая идея, ну и во-вторых, я хочу кое-что сказать о возможностях практического использования логической причинности в хороших мирных целях, но об этом было название моего доклада, как сделать всех счастливыми, еще и экономичным образом. Ну так вот, значит, давайте начнем с самого начала. Понятие логической причинности возникает в связи с некоторыми историями, которые происходят, в которых задействован зеноновский ряд точек. Вот давайте рассмотрим числовую прямую, и здесь на числовой прямой мы видим точки, отмеченные, ряд точек, которые как бы движутся, разворачиваются справа налево. Первая точка имеет координату 1,2, потом левее точка 1,4, еще левее 1,8, 1,16, 1,32, 1,64 и так до бесконечности. Ну, понятно, что значит координаты всех этих точек имеют форму единицы, деленная на 2 в степени n. И вот этот показатель степени n давайте будем рассматривать как порядковый номер этих точек. Итак, первая точка это единица на 2 в первой степени, третья точка 1,8 это единица на 2 в третьей степени, пятнадцатая точка это единица на 2 в пятнадцатой степени и так далее. Значит, ряд этот бесконечен, то есть для любого натурального числа n здесь есть своя точка в этом ряду и для любого натурального числа начиная с единицы. И понятно, что при n стремящемся к бесконечности координата n-ной точки стремится к нулю. Этот ряд точек я называю Зиноновским по очевидной причине в дихотомии Зинона. Дихотомия Зинона, одна из знаменитых опорий, состоит в том, что невозможно пройти, например, одну стадию. Ни один путник, ни один предмет не сможет пройти одну стадию. Почему? Ну, чтобы пройти стадию, нужно сначала пройти полстадии, а чтобы пройти полстадии, нужно пройти одну четвертую стадию, ну и так далее. То есть, чтобы достигнуть точки с координатой один, нужно сначала достигнуть точки с координатой одна вторая, а для этого сначала нужно дойти до одной четвертой и так далее. И важно то, что вот это множество задач дойти до одной второй, дойти до одной четвертой, дойти до одной восьмой, это множество бесконечно, и выполнить бесконечную последовательность действий невозможно. А кроме того, эту последовательность невозможно начать. Ведь в этом ряду, 1, 2, 1, 4, 1, 8 и так далее, в этом ряду есть первая точка, но нет последней. Чтобы пройти весь этот путь, нужно сначала дойти до последней точки в этом ряду, потом до предпоследней и так далее, но как раз-таки последней точки здесь нет. И отсюда делает Зенон вывод «Движение невозможным». Итак, это зеноновский ряд точек. Он будет фигурировать в некоторых современных апариях, в апариях зеноновского толка, в постзеноновских апариях, которые обсуждаются в современной литературе. И о некоторых таких апариях или историях я как раз хочу рассказать, потому что в них, ну, как бы сказать, введение понятия логической причинности – это один из способов решения такого рода апарий. Не единственный способ, но один из. Ну, так вот. История номер один, или апария номер один. Назовем ее «Шар и стены». Значит, вот как мы видим, тут нарисован красный шарик. Он движется из области отрицательных чисел по направлению к нулю и дальше. Движется он по инерции, и его инерции хватит на то, чтобы дойти до точки 1-2 легко. Может даже и намного дальше прокатиться, и можем вообще даже считать, что это наклонная плоскость, и шарик просто способен двигаться до бесконечности. Но в точках зеноновского ряда расположены стены нулевой толщины. Ну, если кому-то из вас, коллеги, не нравится идея стены нулевой толщины, можно считать, что у этих стен не нулевая толщина, но она просто уменьшается. Например, стена в точке 1-2 имеет толщину, например, 1-4, следующая стена, следующая налево, имеет толщину 1-8 и так далее. Ну, в общем, толщина стен уменьшается так, чтобы они друг с другом не соприкасались. Но проще, конечно, рассматривать стены нулевой толщины. Давайте не будем усложнять нашу картинку. Эти стены непроницаемы для шара, они абсолютно жесткие. То есть, если шар натолкнется на такую стену, то эта стена не прогнется, не деформируется. И других препятствий, кроме вот этих стен, кроме этого бесконечного ряда стен, других препятствий для движения шара нет. Значит, в связи с этой историей нам важны два тезиса. Тезис номер один. Шар остановится, когда дойдет до точки 0. Ну, что значит дойдет до точки 0? Это значит, его передняя точка этого шара, ну или как бы самая правая для нас его точка, будет иметь координату 0. Значит, это тезис очень важный. Значит, заметим, что в точке 0 стены нет, да, координата каждой стены больше нуля, в точке 0 стены нет. Тем не менее, шар остановится именно в точке 0. Это очень важный для нас тезис, поэтому давайте на нем подробнее остановимся, вот его доказательства. Значит, возьмем любое число x, которое больше нуля, ну или любую точку, которая правее нуля и которая имеет координату x. Ну, раз точка правее нуля, значит, координата x больше нуля. Это число x может быть сколь угодно малым. Одна миллиардная, одна сто миллиардная и так далее. Число x может быть сколь угодно малым, но математический факт, арифметический, состоит в том, что для любого такого x существует такое натуральное n, что единица, деленная на 2 в степени n, будет находиться между нулем и x. Возвращаясь к нашей истории со стенами, для любой точки x, если она больше нуля, правее нуля, существует стена, которая расположена между нулем и x. А если существует одна стена, значит, существует и следующая, потому что расстояние между нулем и этой стеной мы делим пополам, там у нас еще одна стена расположена, дальше новый интервал делим опять пополам, там еще стена и так далее. В общем, важно вот, что для любого x, если x больше нуля, то между нулем и x расположено бесконечное множество стен. Так вот, давайте докажем, что шар остановится в точке ноль, докажем это от противного. Допустим, что шар продвинулся дальше точки ноль, то есть достиг некоторого числа x, которое больше нулем. Это значит, что шар прошел через бесконечное множество стен, которые расположены между нулем и x. Евгений Васильевич, я вот, я немножко из Хабаровска, микрофончик, про микрофон не забывайте, пожалуйста. Хорошо, прошу прощения. Это проблема с микрофоном решить не могу, но постараюсь не забывать говорить громче. Итак, мы от противного доказали, что шар остановится в точке ноль. Если он продвигается дальше нуля, до любой точки x, то мы получаем противоречие. Итак, шар останавливается в точке ноль, это наш первый тезис. И второй тезис. Шар остановится в точке ноль, не коснувшись ни одной стены. Первый тезис, ну, не очень, наверное, странный, он, в общем-то, естественный. Но вот второй тезис уже кажется несколько странным. Не существует стены, к которой шар прикоснется в момент остановки. Но, опять же, это легко доказать от противного. Давайте допустим, что шар коснулся какой-то стены. У каждой стены есть свой порядковый номер. Ну, стена номер миллион расположена в точке единицы, деленная на два в миллионной степени. Значит, у каждой стены есть миллион. Ой, извините, есть свой порядковый номер. Значит, если мы допускаем, что шар коснулся стены, значит, мы допускаем, что шар коснулся стены с некоторым порядковым номером. Пусть это будет номер N. N может быть какое угодно большое число, 100 миллионов, например. Но важно то, что если есть стена номер 100 миллионов, значит, есть стена номер 100 миллионов 1 и стена номер 100 миллионов 2 и так далее. Для того, чтобы дойти до стены с номером N для любого N, шару предварительно нужно было пройти через бесконечное множество стен, что невозможно. Итак, два наших тезиса. Шар останавливается в точке ноль, и при этом он останавливается, не прикоснувшись ни к одной стене. Обратите внимание на последние условия в этой истории. Кроме стен, других препятствий для движения шара нет. Значит, шар, по идее, должен был бы остановиться, натолкнувшись на какую-то стену, значит, прикоснувшись к какой-то стене, но он действительно остановится, но при этом ни к одной стене не прикоснется. Вот это несколько странным кажется. Это кажется несколько странным, я думаю, не только мне, но дальше странность следующих историй будет только нарастать. А вот пока, значит, про идею логической причинности. Ну, вот эта идея, которую высказал Джон Хоттерн в некоторых публикациях, на следующем слайде будет одна ссылка. Вот, значит, Хоттерн говорит, что шар остановился в результате взаимодействия с совокупностью стен. Это отдельный объект. Значит, каждая стена является частью этого объекта, но вот совокупность стен – это некоторый объект. Итак, шар взаимодействует с этой совокупностью стен, с этим целым объектом, но не взаимодействует ни с одной из частей этого объекта, то есть не взаимодействует ни с одной из стен. Это такая необычная картинка каузального взаимодействия, и здесь я ввожу этот термин логическая причинность. Я не хочу сейчас давать дефиницию этого понятия логическая причинность, просто заметим, что в этой истории Хоттерн объясняет остановку шара именно каузальным взаимодействием. Но это взаимодействие необычное. Объект шар взаимодействует с некоторым объектом, но не взаимодействует ни с одной из частей этого объекта. Это необычно для каузальности, и поэтому здесь мы наблюдаем некоторую особую причинность. Я называю ее логической, потому что допущение логической причинности основано не на эмпирических наблюдениях, а просто на логическом анализе некоторого мысленного эксперимента. Сам Хоттерн называет эту причинность зино-каузэлити, значит, зеноновская каузальность. Понятно, что в честь зенона. Итак, была некоторая странность в истории шар и стены, и для объяснения этой странности потребовалось особое понятие каузальности. Теперь следующая история. Назовем ее «Шар и демоны». Ну, это парадокс, который представил Хосе Бенардете в приведенной здесь публикации. Значит, стен теперь уже нет. В точках зеноновского ряда никаких стен нет. Но в этих точках стоят демоны, такие непритяженные демоны, и каждый из них способен мгновенно создавать непроницаемые стены для шара. Непроницаемые стены, опять же, нулевой толщины. Значит, поскольку демоны находятся в зеноновских точках, мы можем этих демонов пронумеровать натуральными числами от одного до бесконечности. И понятно, что они расположены в ряду справа налево. Самые правые демоны – это первый, слева от него второй, слева от него третий и так далее. И каждый демон намерен сделать вот что. Каждый демон стоит и смотрит на своего соседа слева. Ну, то есть демон в точке третьей смотрит на демона в точке четвертой. И третий демон намерен воздвигнуть стену, если и только если шар пройдет четвертого демона. Ну, n-ый демон намерен воздвигнуть стену, если и только если шар пройдет n плюс первого демона. Так, сейчас, секунду. Тут лучше вернуться к картинке. Ну, вот, значит, это картинка. Представим себе, что стен здесь нет. Значит, шар движется, а стен нет. А в этих точках 1, 2, 3, 4, 5 и так далее расположены демоны. И вот, например, третий демон, который в точке 1, 8. Он смотрит на точку 1, 16, смотрит на точку, где расположен сосед, его сосед слева. И как только он видит, что шар поравнялся с точкой 1, 16, в этот момент, то есть передняя точка шара получила координату 1, 16, в этот момент демон в точке 1, 8 создаст свою стену. А если шар не поравнялся с точкой 1, 16, то демон в точке 1, 8 ничего делать не будет. Он просто стоит и попивает кофе. Значит, еще раз. Демон номер n намерен воздвигнуть стену, если шар дойдет до точки n плюс 1, и только если. Если и только если шар дойдет до его соседа слева. Вот, значит, такая история. И про эту историю два тезиса. Во-первых, ожидаемый тезис шара становится, достигнув точки 0. Доказательство то же самое от противного. Если шар продвинется до точки х, которая больше нуля, значит, он пройдет некоторое количество стен, ну, точнее, бесконечное количество стен. Но если он пройдет одну из этих стен, то следующий демон мгновенно воздвигнет стену, и следующую стену шар уже не пройдет. Значит, мы... И если мы допускаем, что шар продвигается до любой точки больше нуля, мы получаем противоречие. Это тезис. Первый тезис ожидаемый. Второй тезис парадоксальный. Ни один демон свою стену не создаст. Ни одной стены на пути шара не возникнет. Шар может катиться спокойно, хоть до бесконечности, да, плюс бесконечности. Но он в точке 0 становится. Значит, почему ни один демон не создал свою стену? Ну, опять же, давайте допустим, что свою стену... Значит, докажем это от противного. Допустим, что демон номер N создал свою стену. Напомню, демон номер N, демон в точке 1,8 создает свою стену только если шар достигает точки 1,16. Значит, если мы допускаем, что демон в точке 1,8 создал свою стену, значит, шар достиг точки 1,16. Но это значит, что перед этим он прошел точку 1,32. Но если бы шар дошел до точки 1,32, то демон в точке 1,16 свою стену бы создал. И дальше шар бы не продвинулся. Вот. Ну, значит, опять же, все та же аргументация. Продвинулся шар до какой-либо точки больше X, это значит, что он прошел бесконечное количество... Да, да, короче, ладно. Значит, тезис номер 1. Шар останавливается в точке 0, но это значит, что он не до одного демона не дойдет. Это значит, что ни один демон свою стену не воздвигнет. Вот эта история уже, ну, уже кажется не просто странной, а как-то выпиюще странной. Дело в том, что если... У нас ведь одно из условий нашей истории состоит в том, что других препятствий, кроме вот этих стен, которые, ну, кроме возможных стен, которые могут создать демоны, значит, других препятствий для движения шара нет. И инерции его хватит еще надолго. Почему же шар останавливается в точке 0? Ну, вот, как выразился Стивен Яблок, шар остановит логика. Это вот еще одна мотивация для введения понятия логическая причинность. Логика является своего рода причиной остановки шара. Но, как ни странно, ну, в том смысле, что допущение, что шар продвинется дальше, значит, это допущение приводит к противоречию. Это чисто логический аргумент. Вот. Но важно при этом, что стены здесь ни при чем. Ни одну стену, ни один демон не создаст, значит, стены здесь ни при чем. Вот Хоторн, опять же, объясняет этот случай тем, что, значит, шар здесь взаимодействует не просто, не с совокупностью стен, как в прошлый раз, как в первой истории, а с совокупностью демонов вместе с их намерениями и вместе с их способностью эти намерения осуществить. Вот вся эта бесконечная бригада демонов вместе с их намерениями и их способностью осуществить эти намерения образует некоторый особый объект, который по Хоторну является причиной остановки шара. Вот. И Хоторн предлагает некоторую, еще одну иллюстрацию этой идеи, идеи логической причинности. Эта иллюстрация уже более живописная. Эту иллюстрацию я называю вот так, убить Боба. Итак, это постзеноновская апарея убить Боба. Автор Джон Хоторн. В точках зеноновского ряда расположены ассасины, наемные убийцы, киллеры. И для каждого номера Н, ассасин номер Н намерен и способен мгновенно убить Боба ударом мачете, если и только если Боб пройдет ассасина номер Н плюс один. Ну, так же, как в предыдущей ассасины ведут себя, примерно так же, как в предыдущей истории вели себя демоны. Значит, вот ассасин номер три, расположенный в точке 1,8. Он смотрит на точку 1,16. Вот он видит, если в точке 1,16 ничего не происходит, то ассасин номер три в точке 1,8 ничего делать не будет, он попивает кофе. Если он видит, что до точки 1,16 дошел Боб, ну, что значит дошел, это можно, конечно, более точно определить. Но давайте не будем тратить время на геометрическую точность. В общем, просто скажем, передняя точка Боба имеет координату 1,16. Вот только в этом случае ассасин в точке 1,8 отставляет в сторону чашку кофе и мгновенно убивает Боба ударом мачете. Это не совсем хоторновская история, я ее немножко модифицировал, но, в общем, только визуальные детали несколько модифицировал, а суть там эта самая. Итак, значит, ассасин номер N убьет Боба мгновенно, если и только если Боб пройдет ассасина номер N плюс 1. Нетрудно догадаться, что Боб точку 0 не переживет. Как только Боб достигает точки 0, он погибает. Аргументация все та же, от противного. Если мы допускаем, что Боб прошел дальше точки 0, значит, он прошел какого-то ассасина, и, значит, следующий его убивает. При этом, так же, как в предыдущей истории ни один демон не создал свою стену, так и здесь ни один киллер не пошевелил пальцем. Ни один киллер не пустил свое мачете в ход. Значит, еще раз, если мы допустим, что киллер номер N пустил в свое мачете в ход, значит, Боб дошел до точки N плюс 1. Значит, перед этим он проходил точку N плюс 2. Но если он прошел точку N плюс 2, значит, киллер в точке N плюс 1 Боба уже убьет. Значит, киллеру в точке N уже суетиться не придется. Итак, ни один ассасин не пустил свое мачете в ход, тем не менее Боб погиб, дойдя до точки 0. Вот здесь возникают разные любопытные вопросы. Это вот еще один случай логической причинности, логической каузальности. И в связи с этим случаем разные любопытные вопросы для любителей детективов возникают. Вот, значит, Боб погиб в точке 0. Приехали врачи, чтобы установить причину смерти. Какую причину смерти они установят? Это не факт, что это будет смерть от удара мачете. Не факт, что это будет смерть от раны, нанесенной мачетем. Потому что ведь ни один киллер свое мачете в ход не пустил. Откуда же на теле Боба взяться ранее от удара мачете? Отчего же тогда Боб погиб? Это любопытный вопрос. Дальше, поскольку Боб погиб и не по своей воле, значит, кого-то нужно судить. А вот кого? Кого-то отдельного из ассасинов. Но вроде бы ни один ассасин ничего плохого не сделал. Может быть, судить всю бригаду сразу, как вот такого особого субъекта, который совершил убийство. Ну и дальше, если судить, то за что? Ведь ассасины ничего не делали плохого. Разве что у них были плохие намерения, но можно ли за намерение судить? А если нельзя, то что же тогда делать? Преступление это налицо. Ну, в общем, такая занятная история получилась у Джона Хоттерна. У меня есть некоторые возражения против концепции логической причинности. Но, как я уже сказал, я сейчас не хочу делать именно научный доклад. Это доклад развлекательный. Что я хочу сделать? Так это предложить, как направить идею логической причинности в мирное русло. Не нужно Боба убивать. Давайте сделаем его счастливым. Допустим, Боб становится счастлив каждый раз, когда его угощают плиткой шоколада. И вот он приближается, насвистывая к точке ноль. В этих точках, ну, хоть он и насвистывает, но сейчас, в данный момент, он несчастлив. Он, значит, чем-то огорчен и угрюм. В точках Зеноновского ряда расположены добрые логики, и каждый из которых способен и намерен мгновенно угостить Боба плиткой шоколада, если и только если Боб пройдет предыдущего. Логика, логика которой расположена левее. Нетрудно догадаться, какие тезисы мы здесь получаем. Во-первых, Боб станет счастлив, дойдя до точки ноль. И, во-вторых, вот подобно тому, как в предыдущей истории ни один ассасин не взмахнул мачете, так и в этой истории ни один из нас, добрых логиков, записывайтесь в эту бригаду, ни один из нас не потратит свою плитку шоколадом. Поэтому мы сделаем Боба счастливым, именно не потратив ни цента, как я и обещал в названии моего доклада. Вот только позвольте я, как бы сказать, я не возьмусь за организацию практической реализации этой идеи. Моя задача была, как бы, сочинить сам метод, который можно применять людям, чтобы делать их счастливыми. Что до практической реализации, то здесь нужен хороший бригадир. Значит, это вопросы не ко мне. И несколько источников по этой проблематике я вот здесь привел, в том числе книга Бенардето, с которой все началось, книга 1964 года. Ну и вот несколько современных статей, в том числе здесь статья Хоттерна указана и некоторые другие. Помимо всего прочего, предпоследней статьей в списке является статья Игоря Берестова, которая только что вышла в журнале «Республика литерария», который издает Институт философии и права Сибирского отделения РАН, журнал в открытом доступе. И, к слову сказать, я хочу сказать Игорю спасибо за продуктивное обсуждение этой проблематики. У нас было несколько дискуссий на эту тему. И, значит, последняя здесь в списке моя статья, которая принята в печать в журнале «Схалэ». В этом году, в наступившем, она уже выйдет во втором номере журнала. Коллеги, спасибо вам большое за внимание. И если у вас есть вопросы или комментарии, с удовольствием на них отвечу. Спасибо, Евгений Васильевич. Так, насколько я видел, первым поднял руку Алексей Коновалов. Действительно, очень интересно. Вы в своей цели повеселите аудиторию, ну, в моем лице достигли. Значит, смотрите, у меня, значит, смотрите, такой вопрос возникает. Ну, во-первых, прежде всего, вот вы говорите по поводу того, что стенки нулевой толщины. Мне кажется, это не совсем корректно было бы так говорить. Я имею в виду, что более корректно было бы говорить что-нибудь в духе, что они бесконечно малой толщины. Потому что если нулевой, то они просто не существуют. Там просто нет стенок, и просто все парадокс никакого не возникает. Вот, это раз. А во-вторых, вот у меня такой вопрос. Я понимаю, что задача одномерная у нас, но представим, что она двумерная. И вот представим себя на месте Боба, который, получается, идет к вот этой точке ноль. И вот он там же... И вот там стоят стенки, предположим, да? Ну, не демоны, предположим, что сразу у нас стенки, как с шаром, да? И вопрос, что видит Боб? То есть там же, получается, каждая н-ная стенка, она закрывается, стоит перед Бобом, н плюс первой стенкой, да? И тогда, я думаю, скончили. Какую стенку он видит перед собой? Что он там увидит? Да, прекраснейший вопрос. Значит, сначала про толщину стен. Но я сказал вначале, что если вам не нравится эта идея, мы можем стены считать не нулевой толщины, но просто назначить какую бы то ни было фиксированную толщину мы не сможем, потому что рано или поздно интервал между стенами окажется меньше, чем эта величина. Но мы можем считать, что вот, значит, сейчас, секунду. В точке 1,2 вот стена не нулевой толщины, допустим, ее толщина 1,4. В точке 1,4 будет стена толщины 1,8. В точке 1,8 будет стена толщины 1,16 и так далее. Вот, если так, то каждая стена как бы поместится в интервале между соседними зеноновскими точками. Вот, и просто передняя поверхность каждой стены будет иметь вот эти координаты. 1,2, 1,4, 1,8 и так далее. Вот, ну, это неважно, мелкий шрифт. Вот, а что касается того, что увидит Боб, то на эту тему вы, Алексей, ну, фактически угадали одну такую зеномскую опарию, которая обсуждается в современной литературе. Давайте я эту опарию представлю следующим образом. Допустим, стены у нас окрашены. И первая синяя, вторая красная, третья синяя, четвертая красная и так далее. Стены с нечетными номерами синие, стены с четными номерами красные. Вопрос. Вот, кажется, очевидным, что Боб увидит перед собой впереди именно стену. Но какой, какого цвета, синего или красного? На этот вопрос ответа нет. То есть, это еще одна опарея. Ну, если мы допустим, что все стены абсолютно непрозрачные, то есть, там, эти цвета, синие и красные, не смешаются в фиолетовую смесь, вот, значит, по логике вещей, вроде бы, с точки зрения здравого смысла, Боб должен увидеть либо синюю перед собой стену, либо красную. Других вариантов у нас не предусмотрено. Но оба допущения приводят к противоречию. В общем, хороший вопрос, он обсуждается в литературе. Так, следующий вопрос от Сергея Маркова. Уважаемый Евгений Васильевич, Благодарю вас за интересный, актуальный доклад. Просто оригинальная тема. Она меня очень порадовала. Мне бы хотелось один вопрос, даже два маленькие вопросы уточнить. В ваших схемах, я специально следил и сфотографировал даже, как бы Боб и Шар движутся от смотрящего, то есть от нас слева направо, то есть от нуля, от нуля вправо, от нуля вправо. В докладе вы постоянно, регулярно, наоборот, справа налево, к нулю. Вот это меня как бы смущает, и кое-что я, видимо, из этого и не понял. То есть бесконечность по-другому изображается, да? То есть шар от нуля или от Боба человечек движется вправо. Вот вопрос, уточняющий вопрос. Все-таки, куда он движется? От нуля или наоборот к нулю? И второй вопрос. Как вы считаете, хотя бы вы в конце и сделали оговорку, в конце и сделали оговорку, что для практической реализации данной методологии требуется бригадир, все-таки, как по-вашему, ну, с вашей точки зрения, новый вирус ковида, Амиртон, будет двигаться и развиваться в мире, то есть это зараза, да? По логике Хортона, да? Хортона, сейчас, 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 сейчас. Хоторна. Да, Хоторна. Или по логике все-таки его коллеги. Сейчас чуть-чуть ее потерял. Зенон, Ябло, Бенардетта, которые про шар исты. Да, вот Бенардетти или Бенардетти, да. Бенардетта. Да, вот два вопроса. Да, но сначала кто куда движется, да? Значит, шар, шар, шар движется для нас слева направо. Ну, то есть он... От нуля, от нуля движется, да? Ну, точнее, он движется от минус бесконечности к нулю. А тогда, тогда будет справа налево, то есть ноль-то у вас с левой стороны. Так, давайте я сейчас заведу еще раз презентацию. Да, вот, нуля. Вот смотрите, ноль у вас с левой стороны. Да, но шар-то левее нуля. Шар еще левее, и он движется по стрелке. Стрелка слева. До нуля. А все остальные ноль шестнадцать там, одна шестнадцатая, одна восьмая, одна четвертая, это уже после нуля. Да, конечно, именно так. И вот в этом и была суть, что шар движется... Давайте допустим, что сейчас он в точке минус пять. Вот он движется от минус пяти к нулю, то есть слева направо. Вот, и суть в том, что он дойдет до точки ноль, и в этой точке остановится. Итак, шар сейчас находится левее нуля, и движется он к нулю, то есть слева направо. То есть ноль справа от шара, и шар движется к нулю направо. То есть шар сейчас в точке минус пять в отрицательной области. Хорошо, но все стены или охранники, они находятся после нуля, правильно, они находятся все в области положительных чисел, то есть после нуля. И я просто этот ряд точек пронумеровал справа налево. Вот шар движется слева направо, а точки пронумеровал справа налево. Одна вторая, левее одна четвертая. Для зрителей, то есть для меня, из Хабаровска, надо было до нуля пронумеровать. Ну, для, так сказать, с точки зрения методики. Или я неправильно понимаю? Ну, нет, я думаю, что вот, чтобы получился парадокс, нужно именно так. То есть стены расположены после нуля, а шар находится до нуля, то есть в отрицательной области, и он движется к нулю и хочет его проехать и продвинуться дальше, но у него не получится. А, но мог бы тогда я не увидел с правой стороны еще один ноль. Еще один ноль должен быть, да? Зачем? Нет, ноль один. Ну, как? Не может же быть два нуля на одной числовой прямой? Никак не может быть. Ну, вот. Одна штука нулей. Давайте уже, это уже скорее дискуссия начинается, мне кажется. Ага. Ну, нужно. Это уточняющий вопрос. Уточняющий вопрос. Давайте уточним на круглом стиле. И про микрон. Но дело в том, что я все-таки думаю, что эти все ситуации, которые я описывал, логически невозможны. Ну, то есть, попросту говоря, описание всех этих ситуаций противоречиво. Поэтому, ну вот, как можно на эти парадоксы реагировать. Вот одна из возможных реакций, это введение понятия логической каузальности. Другая реакция, это обнаружить противоречие в самом описании ситуации. И вот, если мы противоречие обнаружим, то просто это покажет, что такого рода ситуации невозможно. Вот таким образом, лично я думаю, что эти ситуации, такого рода ситуации невозможны. А микрон, он, мне кажется, он ориентируется на то, что возможно. Поэтому он не будет действовать ни по Бенардете, ни по Хоторну. Он по-своему будет действовать. И нам придется с этим как-то жить. Спасибо за интерес. Спасибо вам. Все-таки я воспринимаю себя. Ну ладно, это потом. Можно я попробую подсказочку сделать. Алексей Геннадьевич, давайте мы вопросы выберем. Без подсказочек. Вот имя, к сожалению, не указано. Д.А. Синицкий, если я правильно понимаю. Дмитрий Анатольевич, меня зовут. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня даже не вопрос, просто небольшое замечание, потому что совершенно случайным образом у меня под рукой оказался сборник. Тут, наверное, плохо видно будет, но многие его знают. Это очень старый сборник. Вышел он в 1973 году издательства «Наука. Москва». Это Зиновьевский сборник, достаточно известный. И в этом сборнике было помещено три статьи автора по фамилии Кузнецов с инициалами ГАИ, я, к сожалению, не знаю его имени и отчества. Геннадий Алексеевич. Геннадий Алексеевич, да. Вот там, значит, эти три статьи были посвящены непосредственно проблеме соотношения дискретного и непрерывного в различных системах. И первая статья о непрерывности парадокса Зинуна, Ахиллеса и Дихотомия, она может представлять интерес в контексте указанного разговора, потому что Кузнецов там делает достаточно любопытную вещь. Он, на мой взгляд, совершенно правильно указывает, что парадоксальность во многих рассуждениях наподобие Зинона возникает из-за неуточненности понятия соприкасаемости. Вот обычно противопоставляет понятие дискретность и непрерывность, а он вот как раз пытается определить понятие непрерывности в терминах соприкасаемости. Ну и вот просто хотел бы обратить внимание на такой подход. У меня все. Коллеги, я все-таки встал... Спасибо, спасибо. Пока Лев Дмитриевич меня не остановил. Геннадий Алексеевич Кузнецов, когда писал эти работы, он преподавал в Екатеринбурге, ну в Свердловске тогда. Если очень так совпало. Да, хорошо. Спасибо за реплики. И у нас последний вопрос перед кофебрейком. Сергей Уколов, пожалуйста. Евгений, здравствуйте. Слышно? Привет, Сергей. Привет, очень рад видеть. На самом деле, вот я руку поднял, а потом уже услышал ответ на свой вопрос, но я вам все равно задам. Вы все равно его произнесли. Я так понял, есть такая замечательная история у Реймонда Смоляна по поводу всепробивающего копья и абсолютно защищающего щита, который есть у бога Ариса. То есть бог Арис, естественно, создал эти оба объекта, но возникает вопрос, что будет, если всепробивающее копье ударится о всезащищающий от всего защищающий щит. Вот понятно, что скорее всего, одно из направлений вы обозначили, это поиск противоречий в описании парадоксов, если я правильно вас понял. То есть понятно, что когда мы будем говорить о вопросе «увидит цвет», например, цвет, цвет, цветовая волна, световая волна имеет расстояние, размер, то есть при движении по бесконечному ряду так или иначе мы упремся в ситуацию, когда расстояние будет меньше, чем световая волна и так далее. Когда мы говорим, что Штар остановится, значит, мы предполагаем, что он движется и двигался из точки минус 5 и дополз до точки 0, а если мы перенесем это в левую часть, весь этот парадокс, то мы получим, что Шар уже решил вопросы, которые должны были быть поставлены после точки 0, поскольку катился с минус 5 до нулевой. Ну, в общем, суть не в этом. Вот вы сами, когда оцениваете, я так понял, что это, понятно, развлекательный доклад, но вы сами ближе к какой вот версии? То есть ближе к поиску логических противоречий в подобных описаниях и именно через них объяснить или через логическую причинность? Ну, вот просто как мнение, если можно услышать. Да, спасибо за вопрос, Сергей. Да, я думаю, что это логически противоречивое описание ситуации. Дело не в физической нереализуемости этого всего безобразия, именно в логической его нереализуемости. просто другой вопрос, значит, какими средствами, другой вопрос, в чем именно мы найдем противоречия, то есть, ну, как бы, каков минимальный набор условий из этой задачи, которые содержат в себе противоречия. Это, во-первых, и, во-вторых, какую именно логику мы, какую логическую систему мы должны использовать для того, чтобы это самое противоречие найти. Ну, вот, например, например, в истории с демонами, так же, как и с ассасинами, так же, как и с добрыми логиками, важную роль играют намерения, намерения сделать что-то, если что-то произойдет. И это значит, что в описании этих ситуаций важную роль играют условные суждения. Если шар докатится до ручки, то, значит, следующий демон что-то там сделает. Вот, условные суждения, которые требуют соответствующей семантики и соответствующей логики. И вот эти истории с ассасинами и так далее нужно, с демонами нужно рассматривать именно в этих терминах, в терминах логики условных суждений. Ну, короче говоря, в применительных каждой такой апарии возникает вопрос, какими логическими средствами ее анализировать и в чем именно можно увидеть здесь противоречие. То, что оно в целом здесь содержится, это понятно, но нужно вычленить вот такую минимальную, неконсистентную совокупность условий. Вот мне кажется, мне вот это направление исследований постсиденоновских апарий кажется самым привлекательным. Спасибо большое. Да, спасибо, Евгений Васильевич. У нас сейчас по программе кофе-брейк, от которого осталось 20 минут. Через 20 минут мы вернемся, продолжим наши доклады. Встреча не будет прерываться, мы просто выключим микрофоны давайте и займемся своими подкреплениями для следующих интеллектуальных бесед. Уважаемые коллеги, у нас перерыв подошел к концу. Давайте продолжим нашу работу. И следующий доклад представит Сергей Юрьевич Уколов, доцент кафедры онтологии и теоретного знания Уральского федерального университета. Пожалуйста, Сергей Юрьевич. Ну, на самом деле, такой не очень длинный у меня доклад получится с одной стороны, с другой стороны. Нагруженный больше лозунгами, чем некоторыми реальными достижениями. Поэтому заранее прошу принять так, как есть. Значит, я хотел бы поговорить в небольшом таком своем выступлении о дескриптивной стороне или дескриптивном аспекте теории аргументации. Ну, собственно говоря, почему такая картинка, я думаю, есть некоторый ассоциативный ряд. По крайней мере, в моем опыте преподавания, в моем опыте чтения русской, отечественной, российской литературы по теории аргументации подталкивает меня к мысли, что дескриптивная сторона, эмпирическая сторона аргументирования, она больше собой представляет свою некоторую dark side of the moon, темную сторону Луны. И вот немножко заглянуть за эту темную сторону, на эту темную сторону Луны, я и сейчас предлагаю коллегам. Первое, я пока хочу поговорить о традиции преподавания и традиции восприятия теории аргументации в наших вузах. Вот я, по крайней мере, преподавал теорию аргументации, исходя из определенных дефиниций этого термина. Я не буду ссылок приводить, просто вот определенная цитата, что есть аргументация. Аргументация – операция обоснования каких-либо суждений, практических решений или оценок, в которой наряду с логическими применяются также речевые, эмоциональные и другие приемы убеждающего воздействия. Это цитата из учебника, по которому обучается сотни тысяч студентов по логике и теории аргументации. Сотни тысяч ежегодно. Ну или, например, другой вариант определения. Аргументация – это обоснование какого-либо знания посредством другого знания или фактических данных и логики. То есть вопрос об обосновании, вопрос об убеждающем воздействии, так или иначе, в определениях теории аргументации как объект всплывает постоянно. Я не мог удержаться и не сделать следующий слайд, потому что когда теория аргументации или чтение курса заказывает какой-нибудь сторонний факультет, то вот их ожидание как раз от чтения теории аргументации очень хорошо укладывается вот в подобного рода картинку. Вот если получится у меня запустить эту картинку, то выглядит это, ей богу, честное слово, так. То есть мы получаем аргументатора, аудиторию и поверженного оппонента. То есть вот с этим вот подходом приходится мириться, когда ты преподаешь теорию аргументации, например, журналистам или филологам. Но мне этот подход казался не очень корректным, поэтому я для себя в качестве альтернативы выбрал немножко другой вид определения, который исходит из прагмодилектического подхода, вполне известного распространенного подхода голландской такой вот теории коммуникаций Франца Емерина, Гротенторста, что аргументация – это комплекс речевых актов, направленных на разрешение различия в точках зрения, когда аргументатор ответственно заявляет систему аргументов, приемлемых для рационального слушателя. Ну вот может быть не очень удачный перевод мой с английского языка, я английский вариант текста. Размещу. Почему мне кажется важным определение аргументации и это исходная точка для формирования дальнейшей позиции? В зависимости, ну то есть выбор, что есть аргументация, это во многом такая философская история, и от этого впоследствии зависит и набор инструментов, и набор техник, которые автор, который преподаватель, ученый использует для развития собственной теории аргументирования. Для меня важно, что в теории аргументации сталкиваются и одновременно существуют два аспекта. То есть первый – это дескриптивный, эмпирический аспект аргументирования. Неважно, говорим мы об аргументации как некоторые деятельности, направленные на убеждение, тогда понятно, что критерием эффективности аргументации становится ее результативность, то есть насколько, например, эффективно эта аргументация воздействует на окружающих. Если вы вспомните, вот в нашу ковидную эпоху появляются плакаты, где, например, написано, сколько должно умереть, чтобы ты привился. Понятно, что это аргументация, возможно, вы оцените эту аргументацию как недопустимую или содержащуюся какие-то аргументационные ошибки, но это неважно. То есть с точки зрения эмпирической, с точки зрения вот может быть результативности, эффективности аргументации, все будет зависеть от того, увеличится ли поток в пункты вакцинации или не увеличится. И если этот поток увеличивается, значит моя аргументация эффективна и правильна. С другой стороны, есть другое движение, это нормативный или критический аспект, когда мы говорим о том, что есть определенные правила, и аргументирование эти правила не должна нарушать. То есть, по крайней мере, в традиционных курсах теории аргументации мы говорим о правилах по отношению к тезису, изобъемленным. Вот для меня важно, что в любой теории аргументации, какую бы теорию аргументации мы не создавали, мне тут пишут, что связь перерывается, надеюсь, слышно. Значит, ага, спасибо, что в любом случае оба элемента, оба аспекта, дескриптивные и нормативные, должны быть уравновешены в теории аргументации. Но еще раз говорю, я попробую сегодня без особых ссылок поговорить про лозунги. То есть, вот в учебнике по теории аргументации, в монографии по теории аргументации хотелось бы видеть уравновешенную балансированную конструкцию из дескриптивного и нормативного аспекта, то есть не скатываясь чисто в дескриптивный и не скатываясь чисто нормативный критический аспект. Если взять наши курсы по теории аргументации, то, по крайней мере, как я их вижу, в основном мы скатываемся, конечно, в нормативный, критический подход. Вот, например, нормативный аспект. Вот прекрасная книжечка Бо Беннета «300 логических ошибок». Наконец-таки полное исправленное издание всех логических уловок, которые могут быть представлены в аргументации. Это вот на картинке. То есть, в учебниках мы сталкиваемся и в монографиях с различного рода утверждениями о том, что если аргументация проводится соблюдением рациональных приемов правил и критики по отношению к тезису, то аргументация будет приводить нас к истинным результатам. Или, например, опять же, это просто иллюстрация к тому, что нормативный подход создает те правила, о которых мы говорим, делает возможным говорить о каких-то правилах в аргументировании. Без этого с одной стороны нельзя, но с другой стороны мне кажется, ограничиваться только нормативным аспектом в аргументировании было бы определенной ошибкой. Ну, немножечко про дескриптивный аспект, то есть, например, у нас есть аргумент от Хоминым, это аргумент к человеку, но вот насколько и мы говорим, что это аргументационная уловка, но все-таки если рассматривать конкретные ситуации, различные ситуации, то можно сказать, что аргумент, например, от Хоминым, это недооцененный способ аргументации и всегда ли этот способ аргументации является некорректным. Ну, рассмотрим некоторые судебные заявления. Два варианта я приведу. Первый вариант это из дела О.Джей Симпсона, американская история про негра, который обвинялся в убийстве своей бывшей жены, ее любовника, и там подвергались сомнению показания в суде, показания офицера, который задержал подозреваемого, вопрос был примерно следующий, что свидетель Х, это офицер, задержавший предполагаемого убийцу, заявляет, что обвиняемый был в окровавленной рубашке, был с ножом, с окровавленными перчатками и так далее. Но вместе с тем хочу заметить, что свидетель Х сам является куклой-склананцев, то есть входит в сообщество, которое в общем-то негативно относится к людям с небелым цветом кожи. Следовательно, показания свидетелей Х сложны, по крайней мере им нельзя доверять. Это первый вариант. Насколько корректна такая аргументация? Или второй вариант. Например, свидетель Х сообщает нам, что запомнил с первого раза все цифры автомобиля, номер автомобиля и корректно их воспроизвел, когда видел, когда проезжающий автомобиль. Но вместе с тем свидетель Х это у нас крайне близорукая старушка, которая на улице находилась без очков. Следовательно, показания свидетелей сложны. То есть насколько в любой ли случае аргумент от Хомбина является некорректным, в любом ли случае он неприемлем и так далее. То есть мне кажется, что, ну еще раз повторюсь, еще раз проговорюсь лозунгами, что в аргументативных рассуждениях, в изучении аргументации, в теории аргументации нам нужно уравновесить и дискриптивный, и нормативный подход каким-то образом. Вот сейчас про способ уравновешивания тоже попробую немножечко поговорить. Это опять же модель, которую предлагает Емерин в прагмодиалектическом подходе. Ну, собственно говоря, если посмотреть, то изучение аргументации мы начинаем с некоторого философского вопроса относительно того, что есть рациональность, что есть аргументирование. Этот момент очень важен. Исходя из философского подхода, мы можем сконструировать теоретическую модель аргументирования. Теоретическая модель аргументирования переходит в аналитический блок, который позволяет нам реконструировать фактически данные аргументации в соответствии с некоторыми правилами. Если так позволить, с правой стороны у нас находится модуль-блок нормативного подхода. Потом мы переходим к практическому изучению, практическому применению аргументирования. В практическое можно включить те инструкции и правила, которые направлены на улучшение качества аргументации. И это, в свою очередь, связывается с эмпирическим блоком, с эмпирическими наблюдениями. Как мы наблюдаем за фактически проводимой аргументацией, хорошо или плохо она проводится, смотрим на различного рода тексты. И впоследствии эмпирический уровень может обратно воздействовать на теоретическую модель аргументации. То есть, насколько корректно мы отразили аргументирование, насколько наши практические рекомендации действительно приводят к улучшению аргументационной практики и так далее. Еще с левой стороны получается некоторая эмпирическая, дескриптивная составляющая аргументирование. То есть, вот с моей точки зрения, и я, честно говоря, не очень много наблюдал и монографии учебных пособий, которые бы следовали такой сбалансированной модели. То есть, еще раз проговорю опять лозунг. То есть, хотелось бы, чтобы в теории аргументации сбалансированно присутствовали и нормативные, и дескриптивные подходы. Немножко математического кошмара, если можно, просто в качестве иллюстрации. Как может выглядеть дескриптивный аспект в теории аргументации? То есть, это вот пример анализа ошибок в селогистических рассуждениях. 70-е, 7-е, 75-е годы, даже 69-го, если не ошибаюсь, было достаточно много публикаций в психологических журналах относительно способностей студентов, и не только студентов, взрослых людей правильно выбирать выводы в аристотелевской селогистике. Это статистические данные одной из статьи. Вот ссылочка здесь присутствует. Если по посылкам разобрать, то здесь я выдернул просто три примера из многочисленной статистики. То есть, первое утверждение – это модус АА из второй фигуры. Но это что-то вроде «все мыши любят сыр, я люблю сыр, следовательно, я мышь». И вот если вы обратите внимание, легкость задания, то есть 35%, это значит, что только 35% студентов выбирали правильный ответ. А большинство студентов при ответе на этот вопрос, но это было в 70-х годах, заметьте, сейчас, я думаю, ситуация изменилась в лучшую сторону, 50 студентов выбрали ответ общеутвердительный. То есть, они выбрали то утверждение, что я должен быть мышью, если я люблю сыр так же, как и мышь. Второе утверждение, второй силогизм, третья фигура – это, понятное дело, что-то вроде «мой сосед слесарь, мой сосед алкоголик, следовательно, все слесаря и алкоголики». Третья фигура – два общеутвердительных суждения, легкость задания еще меньше. То есть, с еще большей настойчивостью люди выбирают общеутвердительное суждение здесь. Или, например, считают, что здесь вообще нет правильного вывода. Ну и третий пример – это относительно нераспределенного термина в первой фигуре. Вот статистическое исследование. Исходя из статистического исследования, возникает гипотеза, которая потом обсуждается психологами, но, кстати, не переходит в раздел теории аргументации, что при выборе, при рассуждении люди ориентируются на заключение и пытаются выбрать заключение того же качества и количества, что и исходные посылки. То есть, если у меня, например, оба суждения общеутвердительных, то я с высокой степенью вероятности буду полагать, что из двух общеутвердительных суждений должен обязательно следовать общеутвердительный вывод. Или, например, что из суждения частноутвердительного и общеутвердительного Утвердительного с высокой степенью вероятности должен следовать частному утвердительному выводу, а в содержание логического рассуждения я уже не вникаю. Отсюда возникают различного рода логические ошибки, софизмы и так далее. 70-й год. Поскольку тема меня немножко развлекла, я попробовал сымитировать это исследование в наших средствах. Тем более у нас был электронный курс, запущен в университете логикой теории аргументации, и студентам по итогу предлагались некоторые похожие вот рода вопросы. Это как раз пример из первой фигуры нераспределенной средней термины. Какой вариант ответа студенты выбирают? И вот я хочу заметить, что это уже статистика объединенная, красненькая или розовая, это статистика университетская наша, нынешняя 21-го года, ну и синяя это все еще 70-й год. На самом деле мало что поменялось. То есть с той же степенью, даже с еще большей степенью настойчивости студенты выбирают общеутвердительные выводы, например, тогда, когда они являются правильными. И, например, выбирают частноутвердительные выводы, когда вывода нет вообще. То есть в итоге могу ли я считать, что теория вот этого Airflow, то есть влияние качества посылок на качество вывода, могу ли я считать это утверждение доказанным или нет, вопрос я не хотел бы сейчас обсуждать. Поскольку есть подозрения, есть исследования к тому, что само исследование сформулировано немножко некорректно, и есть опровергающие варианты. Но в любом случае, мне кажется полезным, чтобы мы при изучении аргументирования обратили внимание на дескриптивную составляющую, на статистику, на фактические рассуждения и так далее. Что здесь я хотел бы еще добавить? То есть дескриптивный аспект может включать себя как анализ аргументации в определенных фокус-группах, когда мы создаем некоторую студенческую группу и просим их рассуждать на определенные темы, потом аккуратно записываем, анализируем реальную практику. Второе – это полевые исследования, когда у голландцев, опять же у Емирина был проект по изучению практической аргументации на улицах, когда мы записываем людей, когда они рассуждают, когда они общаются между собой. В качестве полевого исследования, интересного очень примера, если кто хочет посмотреть и ужаснуться, я бы предложил посмотреть видеоматериалы, которые отсняли журналисты УРА.ру. Секта лжеэлектриков обманывает пенсионеров, они засняли отработанные механизмы аргументирования, когда одна и та же, один и тот же волшебный набор фраз повторяется людям. И через, ну просто на основании некоторой статистической закономерности, если мы посмотрим предыдущие слайды, есть определенная склонность совершать определенные логические ошибки, все равно определенный процент оказывается под воздействием вот этих вот аргументационных уловок. Второй момент, второе направление это использование технологий NLP, Natural Language Processing, то есть что нам предоставляют компьютерные технологии для анализа больших массивов аргументации. То есть здесь, к сожалению, я без перевода, то есть здесь есть варианты исследования, то есть разделение, выделение, вычленение аргументаций в структуре различного рода текстов, направленных на убеждение. Это может быть, например, массивы текстов, комментариев к каким-то вопросам или обсуждение, например, кино на сайте Кинопоиска. И второй момент это поиск аргументации в текстах, то есть то, что называется argument mining в современных вариантах таких. Это тоже компьютеризированные системы, алгоритмы, которые позволяют находить и вычленять аргументацию в больших фрагментах текста. То есть можно пробовать, по крайней мере, анализировать, искать аргументационные уловки, как эти уловки влияют на, вернее, реализуются в нашей реальной практике языковой. Вот. То есть в целом, еще раз повторю лозунг, который я хотел бы на сегодняшний день озвучить. Озвучить это… Ага, она не двигается. Это все-таки баланс между дискретивным и нормативным критическим подходом в построении теории аргументации. То есть хотелось бы соединения того и другого в одном едином, в одной теории, в одном курсе, в одном направлении исследования. Вот такой небольшой набор лозунгов относительно развития теории аргументации. Я надеюсь, что, может быть, кого-то убедил в том, чтобы изменить подход к рассмотрению аргументирования. С удовольствием отвечу на вопросы. Ох, если есть, это я зря сделал. Прошу прощения. Спасибо большое, Сергей Ильич, за доклад. У нас есть вопросы. Сергей Марков, пожалуйста. Добрый день. Еще раз, Сергей, спасибо за интересный доклад. Поскольку тема для меня старая, много лет занимался логикой и аргументацией при этом, я обратил внимание, что данная тема, как верно заметил Сергей, читается, воспроизводится и доводится по-разному для различных категорий слушателей, для юристов, журналистов, филологов и так далее. В этой связи вопрос тоже очень простой и уточняющего свойства. Я вот в процессе преподавания обратил внимание, что иногда часто, иногда часто заказчики, заказчики, ну то есть со стороны деканата, либо работодателя, либо на рынке интеллектуальных услуг, путают два, смешивают два разных курса. Они вроде бы схожие на внешний вид, но по существу и содержанию результатом отличаются. Этот вопрос связан с вашим подходом, с дескриптивным подходом теории аргументации. То есть, вот как вы считаете, на мой взгляд, для работодателя, заказчика, может быть, следует расшифровать два учебных курса схожих, но не на похожих друг на друга. Это логика и аргументация, скажем, для юристов или журналистов. И второй учебный курс – логика и критическое мышление. Чтобы как-то посвятить, с вашей точки зрения, дескриптивное, я вот покажу вам большую книгу. У нас она стоит в Кабаровском книжном магазине полторы тысячи рублей. Хорошая книга, большая. Это логика, критическое мышление и аргументация. Критическое мышление – анализируй, сомневайся, формируй свое мышление о том, чья, чатвы. Ну и походу хотел бы заметить, что все аргументы критические, которые мы и так далее, логику, аргументацию разбираем, аргумент к человеку и так далее, все они, кстати, я обратил внимание, все они вытекают из книжки русского логика Сергея Поварнина «Теория и практика скоро». И разбежались его тетисы из маленькой книги, изданной в Петрограде в 1918 году по всему миру. Вот авторы, как российские, так и зарубежные, к сожалению, на классика российской логики в теории аргументации не ссылаются, никаких ссылок не дают. Хотя вся вот эта процедура аргументов и критика из этой маленькой-тоненькой книжки, она разбежалась по всему миру. Вот его книжка. Но не цитируют. Ни у нас, ни за рубежом. Вот все-таки, ладно, это последнее уточнение. А первый вопрос. Может быть, все-таки работодателям деканата уточнять, что есть два учебных курса и результаты, соответственно, два разных. Логика и аргументация, классика. И логика и критическое мышление. Кстати, второй курс не то чтобы разработан, а спонсирует знаменитый Сорос. Спасибо за внимание. Спасибо за вопрос. Ну, конечно, в идеале, наверное, стоило бы разделять, хотя мне кажется, из воспитательно-просветительских целей нужно учитывать все-таки принципиально совмещенный характер аргументирования. То есть там должно быть и то, и другое. Поэтому отделить логику полностью от аргументирования, теории аргументации, то есть создать некоторый чистый курс по логике, ну, пусть даже с элементами аргументации, с нормативного подхода, мне кажется, не совсем корректным. Хотя, второй момент, что для разной аудитории разные курсы, это, наверное, ну, к сожалению, практика уже практически сложившаяся. Ну, единственное, что, возможно, ее следует довести до большего совершенствования. Так что я вот не совсем за, чтобы разделять курсы, поскольку иначе мы можем получить очень странную вещь, вот как не совсем показывал, и, к сожалению, не нашел возможности. При анализе, который психологи осуществляли в отношении аргументирования логических процедур, они очень забавно и наивно представляют себе теорию силогистики. И в силу того, что очень забавно и наивно представляют себе теорию силогистики, они очень странные выводы делают из статистических закономерностей, которые обнаруживают. Поэтому вот все-таки я за совмещение. Ну, вот если мое мнение здесь. Сергей, я хочу еще раз обратить внимание в данной книге, да, в данной книге. Как раз совмещение, о котором вы говорите, есть, присутствует. И я бы сказал, ну как, ну, если не идеально, ну, в иллюстрациях, там, если не идеально, то, ну, гармонично, что ли, вплетено, вплетено в учебный курс логика и критическое мышление. То есть органика, органика здесь есть, о которой вы говорите. В этой книге, да. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Следующий вопрос Канавалов, Алексей Николаевич. Здравствуйте еще раз. Значит, спасибо вам за интересный доклад. У меня вот такой вопрос уточняющий. И вот что-то не очень понял. То есть вы, если я правильно услышал, то есть вы там говорите... А вас плохо слышно, плохо, плохо. Так, вот так будет лучше слышать? Нет. Ой, господи, я не знаю, что сделать. Мы слышим. Хорошо, ладно, хотя бы так, надеюсь, меня слышат. Итак, ну, я хотел просто уточнить все-таки, а вот эту ненормативную аргументацию, да, то есть аргументацию, которая не соответствует нормам, а ее допустимо в каком-то виде применять, в общем, допустимо ли она в науке и философии, я имею в виду, когда мы защищаем какие-то истинные утверждения, допустимо ли для их защиты использовать ненормативную аргументацию, как бы не практично ли это, так сказать, все-таки из лжи следует истина, если из лжи следует истина, то это тоже истина. Ну, вот я этого вопроса и отчасти боялся, то есть не совсем корректно, может быть, я проговорил, еще раз попробую. Речь не идет о ненормативной аргументации вот в чистом виде, а речь идет о нормативной и дескриптивных аспектах анализа аргументации, то есть аргументация остается одной и той же. Вопрос вы задаете относительно того, может ли какая-то аргументация, которая оценена с точки зрения критериев, заданных определенной аргументационной теорией, может ли какая-то аргументация оказаться допустимой, исходя из каких-то других правил. То есть вот здесь я, пожалуй, скажу, что да, то есть в определенных ситуациях одна аргументация с точки зрения определенного набора правил может быть оценена как недопустимая, но при другом рассмотрении, при использовании других параметров рациональности, аргументирования, она может быть осмотрена вполне как корректная. Ну, я вам очень странный пример могу привести, если можно, так по времени. Представьте, что бегает маленький мальчик по вагону и кричит, ругается, в общем, и открывается дверь, и из другого купе мужчина делает мальчику замечание, говорит, что нужно прекратить бегать, кричать, отвлекать. И мальчик задает мужчине вопрос, он спрашивает его, ты кто? И убегает в закат. Есть ли здесь аргументация? Корректный прием применил ребенок при аргументировании, при ответе на аргументирование взрослого. Можно считать корректным, можно считать некорректным. Например, кажется, он сгрубил. А если вы посмотрите с точки зрения теории речевого действия, речевого акта, мужчина высказывает утверждение в форме приказа, приказ директивы, речевое действие по директиве, речевое действие как директивы имплицитно подразумевает иерархию подчинения между аргументатором и оппонентом. И, собственно говоря, ребенок, задавая свой вопрос, указывает мужчине на то, что отношения подчинения между ними отсутствуют. И я, собственно говоря, не могу… Ответ мой тот, что в зависимости от ситуации, ваша аргументационная теория может сделать допустимый тот или иной механизм аргументирования. Ну вот если смог ответить на ваш вопрос. А вот по большому счету я бы не использовал терминологию ненормативной аргументации. То есть, наверное, такого нет. Спасибо. А следующий вопрос, Аленка Лисанюк. Да, спасибо. Здравствуйте, коллеги. Спасибо, Сергей Юрьевич. Вы прямо вот как перед моим докладом так удачно изложили то, что я, видно, не успею рассказать. Я хотела спросить о том, когда вот вы ведете курсы по аргументации, вы что, тоже рассказываете, что аргумент к человеку – это ошибка? Мне кажется, уже мало кто так делает. Нет, конечно. Но студент, отпущенный на свободу, часто находит это на просторах интернета. То есть с этим восприятием приходится бороться. А потом есть очень большой пласт. Вот если мы возьмем такую странную штуку, поскольку преподают для журналистов, как медиакомпания. И в медиакомпанию, особенно не разбираясь, они не очень понимают, что они делают, но они встраивают, им прямо рекомендовано встраивать аргументы от Хомина. То есть это создает вот такую забавную основу для обсуждения аргументации, ну, как бы эффективности аргументации. Потому что там есть границы все-таки определенные с моей точки зрения. То есть иногда они все-таки переходят границы. Ну, опять же, нет, безусловно, не говорим. Да. Ну, в качестве реплики вот хочу сказать, что приблизительно 5, может быть, уже 7 лет назад мы кардинально изменили технологию преподавания курсов по аргументации. И теперь мы рассматриваем все приемы аргументации в контексте. Аргумент от Хоминем, конечно, является правдоподобным аргументом. В доказательстве теоремии Ферма не применим в определенном смысле. Хотя в некотором все-таки применим. Но мы не говорим, что они ошибки. И что касается, вот тут Сергей Михайлович говорил, что Поварнина не цитирует. Ну, таки мы друг друга не цитируем. У нас есть много эмпирических исследований, аргументаций. Но, по-моему, кроме нас самих о них никто не знает. Хотя все было опубликовано. Так что тут мы вместе с Поварниным читаем Эмерина и считаем, что он классик. Что, в общем, так и есть, наверное, что он классик. Но как-то так дело обстоит. Спасибо вам еще раз за доклад. Очень интересно было. Спасибо. Вопрос. Евгений Васильевич. Сергей, у меня совсем мелкий вопрос. Опять же, про этот самый аргумент от Хомином. Только про пример, который ты привел. Мне как-то не очевидно, что в примере, который ты привел, аргумент от Хомином действительно имел место. Ну, значит, чернокожие подозреваемые там, допустим, прокурор его обвиняет на том основании, что есть вот такое свидетельство. А адвокат говорит, что свидетельство недостоверное, потому что свидетель куклук-склановец. Мне кажется, что я здесь не вижу аргумента от Хомином. Это что-то вроде критики источников в историографии. Есть источники достоверные, есть недостоверные. Значит, прокурор опирается на некоторые источники, а адвокат утверждает на его ангажированность и поэтому недостоверность. А где ты здесь видишь аргумент над Хомином? Я согласен с Сергеем Васильевичем полностью. Я тоже обратил на это внимание. А я поддержу Сергея Юрьевича. Если он позволит, потом дополню. Где тут аргумент к человеку? Не ожидал, что вскользь приведенный пример вопрос вызовет. На самом деле, может быть, не с него надо было начинать. А аргумент от Хомином, если классическую схему. Ну, вот говорила, конечно, Елена, что безобразие вообще рассматривать аргументационные ошибки как однозначно запрещенные. Нужен действительно контекст. Но, опять же, в классическом понимании аргумент от Хомином, один из вариантов – это указание на то, что говорящий обладает некоторыми характеристиками, относится к определенному классу, который не вызывает доверие. Соответственно, указание речь говорящего, ну, то есть, в принципе, критика источников – да, но критика источников как аргумент к человеку. Другое дело, что не во всех случаях этот аргумент, вот как говорили, уже не является недопустимым. То есть, он требует контекстуальной оценки. То есть, Сергей, ты критику источников тоже читаешь разновидности аргумента? Да, вот представьте себе, что у нас есть письменное показание, письменное показание, да, например, и письменные показания в письменные показания составил придворный историограф. И в этих письменных показаниях указано, что, ну, естественно, никакой Малюта Скуратов никого не убивал, и, собственно говоря, он просто проезжал мимо. И это написано. То есть, я могу сказать, что этот источник ненадежен, но критика как раз будет встроена в ту схему, которую мы традиционно приписываем аргументу к личности. Ну, вот опять же, возвращаясь к тому, что говорили, на самом деле это иногда прямо-таки правильная критика. То есть, и правильный аргумент. Ну, в смысле, аргумент от хоменем будет правильный. То есть, просто свожилась традиция, не очень хорошая, и она остается пока на просторах интернета в классических описаниях логических ошибок. Просто если погуглить, что такое аргумент к человеку, мы получим, во-первых, что его нельзя использовать, и он имеет такую структуру. Спасибо еще раз большое, Сергей Юрьевич. Я вижу, что есть еще вопрос, но, к сожалению, мы должны двигаться дальше, чтобы не нарушать регламент. Напоминаю, что для всех оставшихся вопросов, для всех дискуссий у нас предусмотрен круглый стол после всех докладов и после обеда. А сейчас следующий докладчик у нас, Елена Николаевна Лисанюк. Пожалуйста. Спасибо. Сейчас я попробую запустить демонстрацию экрана. Скажите, видно ли? Кто-то видно. Должен быть заглавный слайд с названием моего сообщения. Видно? Существуют ли ошибки и так далее. Да, да, да. Спасибо, друзья, спасибо. Вот я как раз хотела продолжить тему, которую Сергей Юрьевич, предыдущий докладчик, осветил. И хочу предложить не свое слово в защиту его, что то, что мы считаем ошибками аргументации в таком, то, что он назвал классическим подходом, а пойти дальше и сказать тот факт, что мы считаем некоторые приемы ошибочными, а другие корректными, является следствием определенного рода когнитивных искажений, которые выступают систематическими ошибками нашего ума, то есть то, о чем говорит критическое мышление. Не то, чтобы я могла это доказать в логическом смысле, но я могу привести пару хороших аргументов в защиту и предложить их на ваш квалифицированный суд. Вот такая идея. Ну, давайте посмотрим, каким образом можно ответить на два таких несложных вопроса. Вот несложная задача, что трое детей от 140 до 150 сантиметров ростом в семье и старший по возрасту меньше ростом среднего, а средний меньше роста младшего. Ну и понятно, что вот на первый вопрос. Елена Николаевна, скорее всего, вам нужно, чтобы был другой слайд, но вот у меня, по крайней мере, я не вижу. А, не видно, да? У меня сейчас слайд с задачей, а у вас не видно. Давайте я попробую остановить демонстрацию, запустить заново. Вот надо нажать внизу зелененькую кнопочку, вот эту самую демонстрацию экрана. Да, да, я так и сделала. Да, а дальше нажмите слово «экран». Это потому, что вы напрямую из документов нажали, а надо сначала… Вот, теперь два несложных вопроса видно. Да, я сейчас попробую лиснуть на следующий слайд. Вот, вот у меня сейчас… Листается, листается. Листается? Да. Да. Спасибо, друзья, спасибо, что вы сообщили. Вот мы вроде починили эту шайтан-машину. Значит, первый вопрос нетрудный. Ну, это рассуждение на основе отношения меньше, да? И ответ верно, да, что младший по возрасту ребенок будет самым высоким из детей. Ну, поскольку он ростом меньше среднего по возрасту, а средний меньше младшего. А вот на второй вопрос, является ли этот старший по возрасту ребенок или младший по возрасту ребенок высоким? Тут мы затруднимся ответить. Почему? Потому что желательно бы для ответа знать, а что понимается под быть высокого роста для ребенка и сколько этим детям лет. И это вот девочка или мальчик, потому что мальчики, как правило, выше ростом. А какого роста родителей? Может, рост родителей 150 сантиметров, тогда и 140 – это высокий. А может быть, это тайландцы или тайцы, как правильно сказать, у которых, в принципе, рост невысок в среднем. То есть, иными словами, нам важен, если при ответе на первый вопрос мы сразу определили тип задачи и критерий оценки, это было рассуждение на основе отношения меньше, то, что в курсе логики иногда называют тредуктивным умозаключением, умозаключением отношения. И мы абстрагировались от контекста вопроса и назначения информации, потому что мы знали ответ на вопрос, каков тип задачи и каковы критерии оценки. То вот на второй вопрос нам важен вот этот контекст вопроса и назначения информации, потому что первые два непонятны. Вот что значит высокого роста и каковы критерии оценки. Ну, теперь к аргументации перейдем. Есть два взгляда на аргумент. Один, то есть, определение одно, но понимают под этим часто разное. И мы с вами тоже часто разное понимаем. Когда речь идет об определении аргумента в курсе логики, то мы склонны поставить знак равенства между умозаключением и аргументом, и понимать под этим некий вывод в уме, что с его помощью из одних истинных предложений мы выводим истинное заключение на основании отношения логического исследования. А в курсе аргументации, хотя мы тоже имеем в виду вот этот вот логический идеал умозаключения выводного, но мы понимаем дело иначе, что у нас есть некий упорядоченный набор утверждений, которые приводятся в защиту или против какого-либо мнения высказанного, и имеют своей целью достижение согласия, ну или преодоление расхождения во мнениях, может быть, убеждения. Но в любом случае мы рассматриваем это не как вывод в уме, а как нечто предъявленное другому агенту, может быть, аудитории, возможно, молчаливой, для того, чтобы убедить кого-то в чем-либо, то есть назначение другое. Вот запомним этот момент, что в первом случае вы в одном, у нас вообще говоря и агентов нет, мы все рассуждаем как боги, некий один виртуальный агент, и идеалом является, конечно, дедуктивное заключение. А во втором случае у нас на другом конце провода есть аудитория, которая является адресатом нашего аргумента. Ну, теперь давайте посмотрим на аргумент к человеку, о котором уже говорилось. Вот здесь есть несколько примеров. Это первая цитата из Шопенгауэра, где он показывает, почему это нелегитимный прием, потому что он может быть доведен до абсурда. То есть, если некто защищает самоубийство, то надо его спросить, а что же он сам не самоубился, и что же он, защищая Берлин, нехороший город, идею не уехал оттуда первым поездом. И в этом же ключе приводится в очень известном учебнике по логике около 20 переизданий Копа и Кахена, на английском языке уже выдержала. Там приводится некий кусочек британского юмора. Я вот его повторю. Идея такая, что известно, что в Великобритании там в суде сторону представляет баристер, юрист, который называется баристер, а само дело, то есть материалы дела, ну, скажем, для защиты готовит другой юрист, который на английском называется солиситор. То есть, ну, в нашей системе это следственные органы, которые готовят материалы, да, там следствие ведут обе стороны. Вот, и анекдот такой, что баристер был занят и долго не связывался с этим солиситором, который готовил материалы дела. И буквально вот за 10 минут до начала суда он получает от солиситора папку очень тонкую. А там только одно предложение. Вы сейчас видите его на экране. Дела нет, значит, нападайте на адвоката истца. Вот это пример приблизительно тот же, как у Шопенгауэра, да. Вот атакуйте личность адвоката истца, что он там вот или она плохо выполняет свои обязанности. Ну, тут мы легко говорим, что да, это атака на личность, она неуместна, не в том случае, о котором пишет Шопенгауэр, не в том случае, о котором спустя 150, сколько, нет, 100 лет пишут Капа и Каген. Но давайте рассмотрим, вот что нам сообщает Сергеич в знаменитой книжке «Искусство речи на суде». Там идея вот какая, что, значит, прокурор говорит, что ему нужны свидетели, которые бы показали расстояние от одного пункта, обсуждаемого в деле, до другого. Но нужно, чтобы были очевидцы. И он просит, чтобы были непременно мужчины, потому что мужчины с его точки зрения лучше справляются с оценкой расстояния на глаз, что психологами подтверждается. Ну, казалось бы, ну пусть мужчины это покажут. Но потом дело идет дальше. И по другому уже вопросу вызваны свидетели. Это оказываются женщины. Вот они, вот, пишет Сергеич, добросовестно показывают. Но теперь присяжные помнят, что по вопросу о измерении расстояния на глазок настаивали на том, чтобы были мужчины. А ведь тут свидетельствуют женщины, а вот что, как они ошибаются. Вот это как раз и есть пример аргумента к человеку, где мы склонны усомниться, вот он приемлемый или нет. Похоже, видимо, на тот случай, о котором сказал Сергей Юрьевич в деле О.Джей Симпсона. Или вот есть еще известный кейс, как он «12 разгневанных мужчин» фильм, или «12», если в русской версии, где свидетельница близорука, она показывает, что она видела что-то вдалеке и в темноте, что для близоруких людей, конечно, невозможно. Приемлем ли такой аргумент развенчания свидетеля? Ну, конечно, приемлемый. И вам любой юрист скажет, что это так. Просто мы рассматриваем свидетеля не как агента аргументации, а как верно тут сказал Евгений Васильевич как источник. Но тогда аргумент к человеку здесь выступает как аргумент, нацеленный против автора этой позиции в споре целиком, против стороны, которая использует недостоверные источники. Вот здесь в чем аргумент человеку. То есть не по поводу этих свидетельниц, которые ошибаются, или близорукой дамы, которая говорит, что видела, на самом деле и видеть-то не могла. А по поводу позиции стороны в суде, которая использует недостоверную информацию и, стало быть, недостоверная информация подкрепляет недостоверный довод. И вот здесь хочу обратить внимание на справедливую подмеченную вещь, что это часто представляется как софистический прием, а не ошибка, допущенная непреднамеренно. Но софистический прием, то есть получается, что вот как в этом случае защита специально обратила внимание на то, что свидетельницы могут быть ненадежными источниками информации. То есть вроде как имела в виду запутать следствие. Запомним этот момент. И вот сейчас хочу тогда перейти вот сюда. Три взгляда на ошибки аргументации. Всего их существует два, наверное. Вот третье когнитивное. Это я предлагаю сейчас добавить. Ну, логический взгляд нам известен со времен Аристотеля. Он предложил, что у нас есть некие ошибки, которые часто используются софистами для того, чтобы ввести в заблуждение своих собеседников. И отсюда идет вот это разграничение. Не преднамеренную ошибку называют паралогизмом, то есть случайную, а вот софизмом называют преднамеренную. Ну, средневековые ученые, они, конечно, с этим бы не согласились. Я думаю, что сам Аристотель тоже, потому что софизмом называли всегда запутанную задачу, а не намеренную манипуляцию. И когда мы говорим о манипуляции, это ясно, что это не ошибка кого-либо. Может быть, если она и есть, не преднамеренная ошибка, то это не преднамеренная ошибка аудитории в распознании какого-то действия. Но тот, кто манипулирует, очень хорошо знает, что он имеет в виду. То есть он не собирается никакой ошибки совершить. Он просто играет в другую игру. Условно говоря, кто-то в шахматы, а кто-то в шашки. То есть здесь я хочу сказать, что вот это разграничение паралогизма и софизма нам не позволит отбросить, скажем, такой аргумент, как аргумент к человеку, как нелегитимный ход. Потому что это он кажется кому-то нелегитимным, а автору аргумента совершенно легитимным. Но вот другой подход, другой взгляд, он начинается от Чарльза Хэмблина. В 70-е годы знаменитая его книжка «Ошибки рассуждений, фэлоси сонс». Он предложил считать ошибками только те случаи, когда мы можем указать нарушенное правило. А вот правило ваше какое, которое было нарушено? Вот если нарушено правило о том, что средний термин должен быть распределен хотя бы в одной из посылок в простом категорическом псилогизме, ну это один вариант, это действительно ошибка. Но уж это никак не софизм, это просто ошибка рассуждений. И вот у него тогда идея о том, что это диалектические или некие процедурные правила, она была подхвачена далее о прагмодиалектических идеях, в прагмодиалектических идеях вот в голландской школе, которая уже упоминалась. Ну и я бы хотела сказать, что возможно вот эти, то, что мы вслед за учебниками логики склонны считать ошибками доказательства в логическом смысле, а сторонники диалектических подходов склонны считать нарушениями процедур, аргументации, да, а не логических правил. Возможно, это является проявлением когнитивных заблуждений или искажений, о которых пишет Бекон и о которых сейчас широко говорится в учебниках и курсах по критическому мышлению. Ну, когнитивные заблуждения в версии Бекона всем хорошо известны, не стану их повторять, это вот идолы театра, площади и так далее. Но вот другую классификацию сейчас предложу. Справа указаны причины, которые упоминают, например, Канеман и Тверский. Четыре группы причин этих когнитивных искажений. Поток широкой информации, проблемы с хранением данных, запоминаем, вспоминаем, при этом запоминаем не совсем то, вспоминаем часто другое. Должны быстро принимать решения в условиях недостатка информации и непонятные, склонны трактовать как понятные. Но в связи с этим хотела бы предложить три варианта источников таких заблуждений. Во-первых, мы не всегда можем хорошо разобраться в каузальных связях предметов и явлений. Собственно, поэтому нам нужна наука, позитивная наука, как раз этим и занимается, разбирается в них. Нам трудно проверить достоверность информации и ее источников. И здесь, может, стоит вспомнить принцип эпистемического доверия Куайна, когда он говорит, что в своей книге, что слыша Гавагай, мы считаем, что это именно то, что мы считаем. Мы доверяем ту земцу, которая это произносит, называя кроликов. А могли бы, кстати, не доверять. Если бы у нас в этот момент был аргумент к человеку, мы бы должны были не доверять, а пойти проверять. То есть у нас есть два принципа на самом деле. Принцип эпистемического доверия и принцип эпистемического недоверия. Кнопка второго – это аргумент к человеку. Мы говорим, вот этому случаю надо не доверять. И третий, возможно, самый стойкий источник наших когнитивных искажений – это оценка своих собственных знаний, способностей и предпочтений. Вот на BBC обучающей программе Стивен Пинкер популярно рассказывает, почему важно критическое мышление в свете вот этого искажения. Он говорит, что мы склонны замечать огрехи рассуждений, всякие недочеты, ошибки, описки в тексте у других, но не склонны это видеть у себя. Не потому что не хотим, а потому что голова наша так работает, так наш ум устроен. Ну, он дальше ведет к тому, что поэтому демократия хорошо. Мы остановимся вот на том месте, как раз, что получается, что мы у других чаще заметим, так сказать, соринку в глазу, чем бревно в своем тексте. Это абсолютная правда. То есть могу бы себе сказать, что в своем тексте очень трудно найти какие-то недочеты, не то, что в текстах других людей. И поэтому он говорит, что мы должны чаще рассказывать друг другу о чем-либо писать, о чем-либо, чтобы коллективно вот эти недочеты устранять. То есть получается, что каждый из нас живет в неком пузыре, в котором склонен... Тут две одновременно систематических искажения. Мы склонны выбирать информацию, которая согласуется с нашими взглядами, отбрасывая несогласующуюся. И мы не склонны критически ее оценивать, в то время как критически склонны оценивать то, что говорят другие. Но в свете этого предлагаю вернуться теперь еще, может быть, к такому аргументу, к палке. Тоже часто и в большинстве случаев его считают ошибкой аргументации. И вот здесь из того же Капа и Кахена вот цитата, которая уже разошлась на мемы, что ссылка на силу – это забвение разума. Можно так это перевести. Но с первыми двумя примерами тут сомнений не возникает. Ну вот чистый шантаж. А давайте рассмотрим третий и четвертый. Здесь совсем не кажется, что это является аргументом к палке. Потому что, ну да, здесь партийная дисциплина в третьем. Мы вроде бы и не возражаем. А в четвертом случае вообще кажется, а почему, собственно, если МВФ выдает кредит или транш денежный какой-то стране, то, наверное, вправе требовать выполнения условий. Мы не знаем, что тут за условия, какие, да, и договоренности. Но вообще говоря, и третий, и четвертый случаи – это аргументы к палке. То есть говорящий обещает негативные последствия своей аудитории, если она не будет придерживаться определенной линии поведения. И если в первых двух это очевидно, то в третьем и четвертом не очевидно. Но мы, по крайней мере, четвертый, а может быть и третий, склонны согласиться, что это нормальный способ решения вопроса. Может быть, не аргументации об истине. Ну, значит, что значит это такой за аргумент к палке? Ну, вот здесь есть его схема. Это такой правдоподобный аргумент. Вот я давно считаю его просто аргументом, ссылающимся на негативные последствия. И вот тут есть критические вопросы, как можно его проверить. Но теперь к заключительной части, почему я считаю это вот когнитивным заблуждением. Во-первых, хочу сослаться тут на Поварнина. Вот он здесь, вот здесь цитата из его книжки «Искусство спора». Она имеет множество переизданий, как тут Сергей Михайлович уже напомнил нам. Он одним из первых отметил, что в аргументации оценку производит адресат. То есть адресат решает, в какую игру он играет, какой спор идет сейчас. Не автор, а адресат. То есть получается, что оценивает аргумент к человеку или к палке тот агент, на которого этот аргумент направлен. Это очень важный момент. Второе, что у нас есть разные типы диалогов. И вот я специально выделила только один и два, связанные с истиной, предложений. То есть то, что мы называем дискурсивный спор или спор об истине. Все остальные имеют другие цели. И вот я хочу сказать, что в переговорах и обсуждении аргумент к человеку и аргумент к палке – это прекрасные аргументы. Аргумент к жалости очень хорошо работает. Вот насчет поиска информации тут по-разному может быть. Но понятно, что в первом и втором случаях, когда мы доказываем и когда мы рассуждаем об истинности предложения, эти аргументы имеют ограниченное хождение, хотя в форме обсуждения источников их часто можно принять. Но тем не менее, в остальных они не будут являться ошибками. Но еще хочу вот тут, может быть, опущу. Это как раз идеи Перельмана и Альбрехт Стетеки о том, что как отличается уговаривание, где мы используем аргумент к палке и аргумент к человеку, от убеждения в смысле доказательства. Но есть также и в наших учебниках логики, позитивный взгляд на эти вещи. Вот тот же, например, Александр Леонидович Никифоров говорит, что применение аргумента от хоменем говорит о том, что участники дискуссии перешли от выяснения к истинной, к выяснению отношений. Ну да, они пришли к выяснению того, кто как должен себя вести в данной ситуации, как можно согласовать эти позиции. Мы называем это переговорами или обсуждением делиберативным. И вторая часть, вот то, что Юрий Васильевич тут пишет в своем учебнике по логике, который тоже выдержал много переизданий, он считает, что и аргумент к палке, и аргумент к человеку – это нарушение принципа релевантности. Но принцип релевантности он справедливо толкует не как связь тематическую по ключевым словам, а как вклад аргументов, доказательств или опровержения тезиса. Вот с этим я соглашусь. И в этом смысле аргумент к человеку и аргумент к палке очень хороший вклад вносит. Ну и теперь заключение, то есть выводы, к которым я прихожу. То, что у нас есть три аспекта, которые мы должны учитывать, когда мы оцениваем приемлемость аргументов. И формально-семантическая корректность, она связана только с позицией автора самого. То есть мы не приводим аргументов, содержащих, не должны приводить ложные посылки и некорректные рассуждения. Но они могут быть правдоподобными, не обязательно дедуктивными. Но также зависит от позиции аудитории типа диалога. И получается, что у нас есть хорошее основание рассмотреть, каким образом связаны между собой те ходы, которые мы считаем нелегитимными в одних диалогах, а легитимными в других, с когнитивными искажениями. Вот прежде всего с этими двумя. Что мы не всегда корректно оцениваем свои взгляды, не слишком критично, но призываем следовать принципу эпистемического недоверия к взглядам другим. И, кстати, распространенным симптомом этого принципа эпистемического недоверия является сведение Гитлера. Они действуют как Гитлер и фашисты, не верьте их словам. Вот это как раз принцип эпистемического доверия, который, как я говорю, убивает ваши галагаи. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо. Спасибо большое. У нас есть вопрос Синицкий. Да, прошу прощения. Не знаю. Спасибо большое за интересный доклад. У меня вопрос и к вам, и к предыдущему, может быть, докладчику. Вопрос следующий. Вот как можно оценить клятву на Библии свидетеля, которую он дает в суде? Это можно рассмотреть как аргумент? Или это аргумент к палке? Или это вообще дань традиции? Спасибо, коллега. Хороший вопрос. Ну, последняя версия верна. Это дань традиции. У нас в суде не клянутся на Библии, а в других судах клянутся, там, где это принято. Но это, видимо, мало имеет отношения к аргументации в этом ключе. Это, я бы сказала, разновидность позитивного аргумента к человеку. Мы его называем аргументом к авторитету. То есть свидетель говорит о том, что ему следует доверять. Да, что его слова – это искреннее свидетельство, это предложение, которое он считает истинным. Ну, с точки зрения аналитической философии, я называю это призывом следовать принципу эпистемического доверия. Доверяйте мне, уважаемые господа, я говорю правду, да, он нам сообщает, да, то есть что-то в этом ключе. То есть, ну да, можно назвать это позитивным аргументом к человеку. Только это аргумент не того, кто клянется на этой Библии, а того, в позиции которого эти свидетельства являются доводами. То есть это позиция защиты или, то есть это истец или ответчик защиты или обвинения, кто там есть, да, какой у нас процесс, да. То есть важно понимать, что не тот, кто клянется, является автором аргумента, а тот, кто призвал его свидетельствовать. И для этого техническим средством выступает эта клятва, призывающая этому свидетелю доверять. Хорошо, а вот в продолжении, скажем, традиции отечественного судопроизводства, свидетели обычно предупреждают об ответственности за дачу ложных показаний. Это уже будет аргумент к палке или что-то другое? Да, да, именно так. Я, кстати, часто на занятиях это привожу в качестве аргумента к палке, да, да, так и есть. И вполне себе легитимный аргумент, да, почему нет. Ему говорят, что если вы не будете делать так, то мы сейчас вам вот тут вот устроим наказание по закону. Так и есть. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос, Евгений Васильевич. Спасибо. Елена, у меня вопрос про аргумент к палке тоже. Видимо, он как-то вызывает живой отклик у опытных людей. Евгений Васильевич, а вас не слышно? Может, это только я не слышу? Раз, раз, как сейчас? А вот сейчас слышно, да, спасибо. Да, что-то у меня с микрофоном. Про аргумент к палке и про примеры, которые вы привели. Вот я должен сказать, что я в теории аргументации дилетант, поэтому вопрос у меня дилетантский и, может быть, наивный. Значит, фраза, во фразе «кошелек или жизнь», в реплике «кошелек или жизнь» я как дилетант аргумента не вижу. Я вижу здесь принуждение к действию. Мне кажется, что цель аргумента состоит в том, чтобы у собеседника возникло некоторое мнение. А угроза имеет целью не то, чтобы у собеседника возникло мнение, угроза имеет целью некоторые действия со стороны собеседника. Он действия по отдаче кошелькам или по голосованию правильному где-то на каком-то заседании и так далее. Мне кажется, что термин «аргумент», если видите аргументацию в этих примерах, которые вы привели с палкой, то термин «аргумент» приобретает какое-то чрезвычайно широкое значение. Что вы думаете об этом? Да, спасибо за вопрос. Если позволите, я сейчас покажу кусочек презентации своей. А вот мне нужен вот этот. Должны быть типы диалогов сейчас. Вам видно? Скажите, пожалуйста. Да, таблица типы диалогов. Когда мы говорим об аргументации в том смысле, в котором вы о ней говорили, мы имеем в виду типы диалогов номер один и номер два. Когда действительно, как вы верно сказали, речь идет о том, чтобы путем одних истинных предложений создать у аудитории представление об истинности другого предложения. Самый хороший вариант – это доказательства. Вот как математики делают, они доказывают. А если в доказательство закралась ошибка, то мы говорим, что оно не найдено. Но, может быть, найдено в будущем. Но аргументация, она бывает не только по поводу истинности предложения, она бывает также по поводу действий, по поводу того, как поступить и что делать в данной ситуации. Например, судебная аргументация именно такова. Там есть часть, которая связана с истинностью предложений, когда разбирается суть дела, кто кого залил из трубы в доме. И есть часть, когда мы говорим, кто в этом виновен и что должны стороны делать. Последнее, самое важное. Судья в мотивировочной части говорит, почему истец должен делать то-то, а ответчик – то-то. То есть резолютивная часть говорит ответчику возместить убыток, а в мотивировочной выступает аргументации в защиту этого вердикта. Все вместе мы называем судебным решением. Так здесь ведь речь не идет об истинности. Да, истинность посылок там обсуждается, но решающее значение имеет что? Имеет обсуждение, координация целей и действий и вынесение решений. Это диалог номер пять. И здесь истина носит технический характер. То есть ее вообще говоря может не быть, потому что, как мы знаем, в суде не всегда можно установить истину. То есть истина-то она есть, но за процедурно отведенное время и особенности получения свидетельства нам может оказаться, что и не будет найдена. Получается тогда, что вот кошелек или жизнь с точки зрения того, что истинно предложение, что мне сейчас надлежит отдать кошелек бандитам, в этом, конечно, мы не убедим. То есть жертва не станет считать это предложение истинным, а по-прежнему будет считать такую ситуацию несправедливой. Однако, если мы говорим о переговорах, номер три, диалог, то это очень эффективный ход. Скорее всего, бандит получит кошелек. Вот. Собственно, конфликт интересов, да, жертва хочет сохранить кошелек, а бандит хочет получить кошелек, разрешен в пользу бандита, которые получают преимущество. Просто это не диалог об истинности. То есть мы разделяем дискурсивный об истинности предложений и делиберативный, общообъединяя вот этот третий, четвертый, пятый и шестой. Вот и все. Обычно в учебниках, конечно, рассказывают про первый и второй. Истина – это вместе, это наше все. Но большая часть диалогов, в которые мы вступаем друг к другу, на самом деле истины не касается. Вот так как-то обстоит дело. Окей. Елена, но вы не могли бы дать какое-то, пусть не окончательное, но хотя бы рабочее определение аргумента, которым вы пользуетесь, и в свете которого угроза кошелек или жизнь была бы именно аргументом. Вот тут оно было. Я сейчас его по вашей просьбе покажу. Вот. Сейчас, секунду. Вот, да. В логике это… Не видно. Нам не видно. Не видно. Пока таблица еще. Можно выключить, например, слово там, или… Судя по всему, да, сейчас вот еще раз я покажу. Да-да, вот-вот. Видно, да? Да-да-да. Вот тот вывод в уме, или то, что мы называем выводным умозаключением, это аргумент, как мы его понимаем в логике, и, скорее всего, как мы его понимаем в диалоге об истинности предложений. Но довод в диалоге, да, это то, как мы понимаем его в более широком смысле. По сути, вывод в уме является обобщением довода в диалоге, да, то есть это более абстрактная вещь, и мы склонны рассматривать ее как идеал, потому что здесь у нас мы абстрагируемся от агента и от содержания диалога. А вот когда мы говорим довод в диалоге, мы как раз не можем абстрагироваться, мы всегда ориентируемся, ну вот, как Перельман сказал, на конвенциональную аудиторию. Мы склонны использовать аргументы, те, которые вот нацелены непосредственно на данную аудиторию, и могут не сработать те же самые с другой аудиторией. И тогда это у нас некий упорядоченный набор, который имеет своей целью достичь согласия противоположной стороны, даже если это не будет ее убеждения в истинности этой стороны. То есть если это действие, то нам нужно, чтобы другая сторона придерживалась определенной линии поведения. Вот как-то так. Оказалось, что, то есть казалось бы, да, в многих учебниках написано, что довод в диалоге, то, как я это сейчас описываю, это приемы влияния. Но это не совсем так. То есть они тоже, их тоже можно анализировать строгими методами. И вот я даже разработала алгоритм, как их оценивать, то есть при помощи картирования. То есть это все можно сделать. Тут главное, что мы за атомарную единицу будем принимать аргумент, а не предложение одно, как в логике. И будем стремиться не к глобальной оценке, то есть если у нас доказательство найдено, то оно найдено. А здесь у нас, если аргумент приемлемый, то он может быть все равно приемлемым в одном диалоге, но оказаться неприемлемым в другой. Ну, приемлемый – это технический термин, тот, который способен развеять сомнения или отклонить контраргументацию. И, по сути, у нас такие аргументы можно сосчитать, ну, в буквальном смысле, определив им определенные веса. То есть это как раз часть проекта, который мы сейчас осуществляем с коллегами. Так что оказалось, да, что это не просто приемы влияния, но некие интеллектуальные процедуры, просто они по-другому должны быть проанализированы. Коллеги, я вынужден остановить вашу дискуссию, потому что у нас, опять же, подходит время уже следующего доклада. Еще раз большое спасибо, Леонид Николаевна, за доклад. Следующий докладчик – Алексей Геннадьевич Кислов. Спасибо. Я тоже сейчас постараюсь вывести на экран свою презентацию, если у меня это получится. Нет, не хочет у меня он сейчас сделать презентацию пока. Видна ли презентация? Да, да, видно сейчас, да. Не во весь экран пока. Да, вот сейчас во весь, Алексей Геннадьевич. И листается, да? Все, спасибо, работает. Всех приветствую, очень рад, что мы вот в праздничный день собрались и обсуждаем, и смотрим друг на друга, улыбаемся, и замечательные, интересные темы обсуждаем. Используя риторику предыдущих выступающих, ну не всех, но некоторых я скажу, что мой доклад будет в этом отношении риторическим, а не логическим, да, он скорее о хотелках, о желании, вот, и он немножко в сторону вильнул от общей тематики, аргументационной проблематики и логики, но священное слово когнитивное, ну, искажение, правда, было произнесено, и потому последовательность вполне разумная. Я буду рассуждать о вопросе, пополняет ли современная логика, в общем, акцент в каком-то смысле я буду делать на неклассические логики, а арсенал когнитивных исследований, которые являются, ну вот, если не модными, то, ну, по крайней мере, очень таким значимым информационным поводом обсуждения везде и всю, хотя и не единственным, но мне кажется вполне интересным любопытным. Издалека немножко начну. Если говорить о современной логике, то, конечно, надо понимать, что есть два, две характеристики очень важные, которые, в общем-то, одна другую обуславливают. Это математизация логических исследований, и люблю шутить, что в гуманитарной среде никак не могут простить такого предательства. Когда-то логика была флагманом гуманитарного знания, и вот на тебе. Вот. А второй аспект, если тут отдельный можно доклад рассматривать о том, что именно проблемы внутри процесса математизации логики позволили появиться тематики логической семантики, и именно там, в общем, актуализировались и, ну, по крайней мере, закрепились версии осмысления неклассических логик. Ну, хотя, конечно, можно там в Аристотеле обратить внимание на известный пассаж про завтрашнее морское сражение, которое повлияло на становление многозначных логик или логик с истинностными провалами. Вот. Но так или иначе, вот как бы в современном виде неклассические логики появились именно благодаря тому, что некий семантический план обсуждения проблем математической логики актуализировался. Вот. Ну и если говорить о когнитивных науках, очень такими крупными мазками, я не специалист, и в данном случае не могу как бы быть более ответственным, но тем не менее. То есть это крупный блок, который связан с нейрофизиологическими исследованиями, но по меньшей мере, так скажем, современная аппаратура позволяет творить чудеса. То есть действительно удивительные вещи там, активность участков нейронов мозга и так далее, и так далее. Многие инструменты, которые появились раньше, вот если смотришь там исследование Пиаже, это вообще собеседование, это самоописание участника эксперимента и не более того. Эти инструменты никуда не ушли, но появились новые, гораздо интересные, и это вызывает уважение и любопытство. Так вот, ну и более частные случаи, так или иначе, связанные с общим пулом когнитивных исследований, это когнитивная психология как таковая, психология познания, когнитивная лингвистика, которая особняком, безусловно, стоит. Ну и развитие интеллектуальных систем. Не очень люблю словосочетания искусственный интеллект, буду говорить об интеллектуальных системах, подразумевая в том числе и эту информатику, если она оправданно упоминается. Так вот, математическая логика известна, она повлияла на, по крайней мере, некоторые из когнитивных исследований. Тут и, значит, задом наперед сделаю, информационные технологии, логика в этом отношении является одним из родителей информационных технологий в целом, хотя вопрос сложный, и я вот как бы какой-то качественной такой вот литературы, связанной с подробным и серьезным осмыслением того, как математическая логика повлияла на информационные и в целом на интеллектуализированные системы, я не встречал. Нет, конечно, об этом пишут. Вот есть небольшая, но, на мой взгляд, очень такая ясная и прозрачная работа, значит, Биргофа знаменитого. Ну, это была лекция, популярное выступление математика и психология, и там очень хорошо рассматривается. Ну, допустим, он как раз говорит о четырех таких влияниях. То есть вот машина Тьюринга, дай бог памяти, тут у меня нет слайда специального, значит, ну, а вслед за этим там и алгоритм Маркова, и лямбдоисчисления, ну, вообще формальные способы описания алгоритма. Это первый вариант. Там языки программирования, именно как языки собственного развития и опыт осмысления формального языка логики, он здесь как бы бесценным оказался. И чего-то мне подзабылось немножко. И еще есть два, которые, очевидно, повлияли. Но разговор не об этом будет, так что не буду искать в памяти эту информацию. На когнитивную лингвистику повлияло, ну, так же, как вот на языки программирования, в целом на анализ естественных языков и на создание формальных, так скажем, аналогов естественных языков, формальных грамматик тоже повлияло. И тут корреляция, тут границы-то трудно производить. Ну, а в рамках нейрофизиологии, прежде всего, это создание модели работы нейрона, перцептрон известный, который вот на базе идеи контакта релейных схем, собственно говоря, как бы возник. И до сих пор эта идея существует и развивается, и благодаря уже в том числе и неклассическим логикам. Так что вот эта часть для нас как бы памятна и будет нам интересна. Что же касается неклассических логик? Ну, я тут так на уровне, опять же, еще раз говорю, желаний, такого памфлетного варианта. Мне кажется, взаимосвязь и влияние развития неклассических логик могло быть самым обширным для когнитивных исследований в целом. Хотя, опять же, границы очень трудно проводить, и главное, трудно проводить даже границы между когнитивными и другими областями, в частности, проблематики аргументации. Ну, и не нужно эти границы проводить. Буду говорить в риторике, вот некоторым она не очень нравится, но мне кажется, очень удобно, экстралогических и интралогических аспектов развития логического знания. Ну, то есть есть внешние запросы, очевидно, и логика так или иначе развивается в качестве ответов на этот запрос. Хотя иногда последовательность установить очень сложно, иногда кажется о том, что запрос формируется тогда, когда уже инструмент создан. Ну, потому что есть некоторые внутренние ресурсы, внутреннее движение развития самого знания, в частности, логического знания. Я здесь, как бы, очень тоже условно разделю на следующее. Внешние запросы экстралогические. Это уже упомянутая сегодня в разных аспектах практика аргументации. И иногда, вот как это у Сергея Юрьевича у Олова было выступление, иногда происходит вот это отождествление логики аргументационной практики, что, собственно говоря, плохо, не есть хорошо. Хотя и разделять так грубо и жестко, наверное, будет тоже неправильной стратегией. Так вот, практика аргументации, на мое понимание, даже оно исторически и не первым было запросом, который так или иначе реализовывался, или попытки реализации были. Но он самый главный, и он связан с интересом, который был у Аристотеля, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, есть и другие аспекты. Это развитие методологического знания как такового. Что такое теория построенная, что такое доказательства. Времена менялись и изменялись определения и взгляды на то, что такое доказательства. Аксиоматический метод или генетически-конструктивный метод и так далее. Но, конечно, в каком-то смысле вот эта тема сегодня тоже уже прозвучала. То есть конец XIX века и даже начало XX века революционно вот эту проблематику сделало такой, что иногда впечатление, что до этого никто ничего не обсуждал. Ну нет, обсуждалось, и я думаю, что такого рода вопросы возникли еще в пифагорейские, так условно, времена. И, в общем-то, до IV века, до нашей эры, до ареступелевских аналитий. Ну и тут уже как бы детище именно XX века – это информационные технологии. Вот уже упомянутая, например, идея контакта релейных схем. И все, что пошло дальше, и связано и с архитектурой, и с языками программирования и так далее. То есть информационные технологии запрос к логике определенный имеет. Хотя, в принципе, ну я думаю, что пик пройденный уже достаточно давно, в связи с появлением таких новых эмпирических методов машинного обучения и так далее, возник такой вот слоган или термин «усталость от логики». И однажды я встретил даже не в статье, а в какой-то вот в интернете, значит, в интервью, кто-то из лидеров современных исследований айтишных, он сказал о том, что, видимо, наступает пора усталости от усталости от логики. Но еще мой английский не позволяет так хорошо, так что я вот не очень знаю, как это звучит, но я прочитал это так, мне кажется, там вот такая итерация «усталость от усталости от логики». Вот качели, может быть, должны качнуться обратно, мы ожидаем это, и, в общем-то, есть что сказать. Интралогические внутренние характеристики, ну, это, во-первых, вся логическая семиотика, синтез, семантика и прагматика, интересные, там, зависящие или самостоятельные от семантических полей. Ну, и металлогические исследования, как таковые, они, наверное, могут быть выделены отдельно, могут быть помещены вот в этот интралогический интерес. И я хочу просто обратить внимание, что вот ресурс внутренних, самостоятельных, так скажем, работ внутри логических исследований, он имеется. Конечно, есть и негативная характеристика такая, ну, и, так скажем, подозрительная. Так же, как у математиков, тут на ум приходит известная фраза, о том, что некоторые теоретики-математики, ну, а я здесь теоретиков-логиков сюда же тоже прикреплю, они как безумные портные, шьют и шьют и шьют какие-то платья с надеждой, что, ну, хотя бы некоторые из них могут носиться. То есть в этом отношении кажется, что ресурс тратится очень сильно, а выхлоп, так скажем, полезное действие небольшое. Но это долгий разговор, но мне кажется, научное знание не может жить иначе, кроме как вот этой версии тотального рассмотрения всех возможных полей и действительно выстреливают только некоторые, а некоторые остаются в веках, а выстреливают через века и так далее, и так далее. То есть другого варианта нет. И, так скажем, некая игра между внутренними ресурсами развития логических систем, в частности, семантические подходы, семантический анализ, семантические аспекты развития логических систем, они очень часто заигрывают, иногда не очень квалифицированно с когнитивной тематикой. Это и неполнота знания, терпимость к противоречию, многоаспектность, поливалентность, многозначность или нечеткость, ну и всякие вещи связанные с немонотомностью выводов и другие аспекты. Очень часто, когда строится логическая система где-то в преамбуле, автор пишет и приводит пример какой-то, что вот бывает и так, не только классическая форма рассуждения интересна, но оправданная, осмысленно, ну и другие такие поддерживающие характеристики, в том числе и какие-то искаженные. Это не значит, что это ошибка, это не значит, что это как бы нелогичность, а это логичность другого типа, ну или по крайней мере вариации логичности. Началось это давным-давно, вот очень интересная фигура в данном случае Васильева, одного из пионеров неклассических логических исследований, его интерес к психологии. И вот, к сожалению, я не знаю этого текста, я знаю только, что упоминается, что на лекции Васильева по психологии очень хорошо отзывался, например, известный психолог Лурия. Вот, он тогда, видимо, еще тоже достаточно молодой был, и когда он отзывался, когда уже зрелым маститом стал или тогда, я не очень знаю это. А вообще было бы интересно. Ну и вот в работе металогика у Васильева тоже есть, он как бы моделирует агента, который может получать информацию по разным типам каналов, утвердительно отдельно, отрицательно отдельно. Что это как не заигрывание с некой когнитивной тематикой. Вот, насколько она квалифицирована, насколько она как бы может быть адекватно проинтерпретирована современными средствами, это вопрос, и это было бы интересно, любопытно. Так вот, что же касается экстрологических взаимоотношений с неклассическими логиками, здесь, скорее всего, вопрос, но я гипотетически все-таки некоторые вещи такие расскажу. Честно признаюсь, терминология, которую я использую, она не то, что там моя, а она так вот как бы вот сформировалась в силу того, что есть некие прочтения, ну, например, работа по эргономике в целом психологами написанная, да, там коллективом авторов, и там две, по сути дела, последние главы посвящены все-таки когнитивной проблематике, и в этом отношении можно говорить о когнитивной эргономике, но там нигде нет такого термина, так что полностью ответственность несу я. Так вот, из внешних запросов, как мне кажется, можно сгенерировать несколько областей, которые любопытны в любом случае. Это концептуальная коннектомия, ну, то есть не изучение, например, человеческого мозга и моделирование непосредственно его, а вообще создание некоторых систем связей, которые могли бы воспроизводить такого рода феномены, или там какие-то аспекты феномена сознания и мышления. Без надежд на то, что мы совпадем и сделаем, значит, умный объект, нет, воспроизводить некоторые аспекты, некоторые особенности. Вот, и то, что у нас создание, ну, или не создание, а так, выдвижение идеи контакта релейных схем повлияло на идею процептрона в целом, да, а потом я знаю, что исследователи и Шеннон, и наш Шестаков, они вообще, особенно Шестаков, они обращали внимание на развитие неклассических логик, да, и искали информационно-технические аналоги релейных систем, которые мы им отвечали и находили, в общем-то, но это не получило какого-то такого бурного развития. Но, мне кажется, эти вещи как раз могли бы быть очень чрезвы в развитии вот концептуальной коннектомики, тем более, что как раз в фазе лоджик, нечеткая логика, она в этом отношении сейчас является флагманом, лидером в моделировании такого типа. Анализ девиантных рассуждений в целом, да, рассуждений размышлен, как неправильно рассуждают. Дело в том, что и неправильные рассуждения тоже могут быть классифицированы. И не только запрос может быть с точки зрения аргументации поставлен, ну или вот в том ключе, с точки зрения аргументации, как это Елена Николаевна, сделала, где ошибки когнитивного характера выделяются в отдельный блок. Вот, ну, понятно, что здесь не надо торопиться, я всегда предупреждаю, потому что время от времени находится. Кто мне там кулуарно в коридоре подходит и после этих фраз говорит, а вот с какими логиками связаны какие ментальные нарушения заболевания. Нет, речь не об этом идет, конечно, такой корреляции нет. Но вообще, в принципе, вот диагностический вариант запроса или более скромная вещь, но очень важная вещь, именно классификационная. То есть какого рода паралогические проявления, проявления ошибочных структур рассуждения могут быть связаны с какими-то семантическими структурами устойчивыми, и тогда мы можем в этом отношении корреляцию находить. Ну, мне кажется, это любопытно интригующе, хотя, может быть, я здесь и не прав. Ну, и еще когнитивная эргономика, которую я упоминал, это проблема сложности интеллектуальных задач. Там от более, менее экстенциональных характеристик, типа длины доказательства, количества информации, которая обрабатывается, до более сложных характеристик, там интенсиональные контексты, различия прямых, посленных рассуждений и так далее, очевидно, более сложные, с одной стороны, с другой стороны, приводящие к эффективным решениям, более коротким путем, ну и так далее. Когнитивная эргономика, как вопрос, мне кажется, мог бы быть поставлен. Мог бы быть поставлен. Так вот, это внешние запросы. А у меня теперь, да, нет, еще, это внешний вопрос, я чуть-чуть продолжу. Здесь есть некоторые аспекты такие специфические. Вот послужной список вообще исследований логического мышления, там, у детей, у взрослых, он есть. И тут важнейшие фигуры, как Пиаже, Выгодский, Лурия, ну вот Пиаже и Лурия даже в большей степени, но Выгодский как-то лег у меня здесь в этом отношении, в этот ряд. Есть книжка, на которой почему-то в последнее время вот все чаще-чаще упоминают, Подгорецкая, к сожалению, вот она ушла из жизни молодой достаточно, изучение приемов логического мышления у взрослых. С одной стороны, я должен сказать, что у меня книга это вызывает уважение определенное, с другой стороны, она устарела по многим аспектам. Ну, во-первых, действительно, что касается нейрофизиологических исследований, здесь в основном это описание через запросы, через заполнение анкеты и так далее, когда испытуемый говорил, какие он сложности испытывал, какие он ощущения испытывал, ну и так далее, разного рода тестирования. Тогда такие методы были, сейчас у нас появились новые методы, о которых я уже говорил. Ну, это такая объективная проблема и авторам здесь как бы вменить вину автору. Ну, дело в том, что там целые группы работали, а Подгорецкий только описывал эти, и она всегда ссылается и упоминает людей там. Как бы добротно очень все сделано. Вот. Но устарелась здесь еще определенная, не объективная такая, потому что здесь видно совершенно, что они берут традиционный такой учебник формальной логики, и у них первые простейшие формы так как это понятие, потом суждение, потом умозаключение, что, на мой взгляд, конечно, в этом отношении не совсем верно и здесь требуют ну, как бы специалистов уже современного характера. Хотя, в принципе, может быть, и оправданно будет это последовательство, но надо учитывать, что возможно и другая. Может быть, надо начинать с умозаключений, связанных с выводами и сложных высказываний, то есть с простейшими формами логики высказываний, пропозициональной логики. Не знаю, я об этом не думал. Ну, и такого рода исследования есть. Вот я надеюсь, Дмитрий Владимирович Зайцев присутствует, он может как-то потом реплику сказать, я бы попросил, если можно, дать ему возможность высказаться, я постараюсь побыстрее закончить. Вот, потому что исследования, например, логиков и психологов в Московском государственном университете, они уже имеют место. Есть и публикации, правда, небольшие, я виновен в том, что я не потратил силы, чтобы ссылки сделать в слайдах в своем выступлении. Ну, я эту часть как раз подробно не затрагиваю в выступлении, но крайне интересные и на мой вот вкус и взгляд крайне сложные исследования, потому что действительно только вот как бы в начале пути не очень понятно, как ставить вопросы и те результаты, которые получаются, какого типа интерпретации они должны быть подвержены. Но вот дорогу осилит идущий. В данном случае это очень интересно. На мой взгляд, это продолжение вот такого рода работы, может и не прямое, но в каком-то смысле продолжение есть. Ну, все-таки я закончу с внешними запросами и теперь перейду к внутренней. Здесь мечты-мечты по поводу того, пополняет ли современная логика арсенал когнитивных исследований. Мечты, конечно, заключаются в моем ответе, что может и не пополняет, но должна и могла быть. Вот. Беру на вооружение также, вот ссылаясь, кивая на Дмитрия Владимировича Зайцева, который, надеюсь, присутствует, на различия, которые возникают. Но у него это вот есть где, есть возможность прочитать более аккуратно, но когда мы говорим о рассуждении, у нас возникает такая вилочка, я вам простенько расскажу. То есть, с одной стороны, мы учитываем некий когнитивный процесс, который связан с аспектами, такими как размышления, вот именно когнитивный вывод, принятие решений, вот близкие темы. А с другой стороны, мы рассматриваем рассуждение как некую систему взаимосвязей, посылок и заключений, которые связаны логическим следованием, прежде всего, или еще какими-то дополнительными аспектами, если здесь не классическими логиками. Вот, когда возникает такая вот теоретическая, совершенно абстрактная характеристика, выраженная специальными средствами формально, в рамках формального языка и так далее. И это логическое исследование, а вот размышления и, значит, выводы как принятие решения, они, конечно, в рамках когнитивного процесса строятся. И тут есть стандартные во многих работах, которые я смог найти и просмотреть. Ну, их не так уж много, но, тем не менее, там десятки находятся. Всегда упоминается один и тот же джентльменский набор. Ну, допустим, всяческого рода описание того, что в размышлениях в когнитивном процессе отсутствует некая эгористичность. То есть это и неопределенность присутствует, и неформализуемость, и некомпозициональность, и не монотонность. Там можно еще упражняться очень много всяческих «не». И в каком-то смысле неклассическая логика, ну, она не то чтобы отвечает, но она готова ответить, а иногда и каким-то образом использует эти контексты для объяснения значимости собственных исследований. Это и нечеткие логики с многозначными при всех их различиях, там, генетически, идейно они связаны, некомпозициональные семантики, не монотонные логики, логики с модифицированными рассуждениями, с отвергающими всяческими механизмами внутри собственной структуры. Ну, и опять же, можно было бы продолжить. Такого рода взаимосвязь есть. Ну, раз джентльменский набор, то я бегло его пробегу так. Еще один аспект, да, их я, последовательность какая есть, но здесь значимость их, она мною никак не оценилась. Терпимость к противоречиям и к неполноте информации. Это можно было бы включить в предыдущий вариант, но, тем не менее, там есть свои какие-то отдельные аспекты. Здесь интерес к условно называемым с улыбкой пара логикам, это пара консистентная и чуть позже появившаяся пара полной логики, ну, появившийся, в смысле, акцент интереса к ним в этом отношении. Ну, а также более, так скажем, идейно сложные характеристики релевантной логики, там, коннексивной логики. И опять же, можно было бы продолжать. Еще один вариант это осознание ограниченности ресурсов агента рассуждения. Ну, степень осознанности здесь тоже может быть различной, но тем не менее, здесь вопросы интуиционистской конструктивной логики. Ну, или, так скажем, всех систем логических исследований, логических исследований, в которых, например, ставится вопрос о том, что, значит, вывод может быть получен, но какими средствами. это можно рассматривать либо в режиме прагматики, либо прикладные аспекты, но теоретическое развитие такого рода вот идей, вопросов, оно имело место, и это очень любопытно и интересно. Просто здесь, кроме интуиционистской и конструктивной, надо было бы поискать еще какие-то более специализированные логики, но не получились у меня за это время. Дальше, осознание локальности дедуктивных осуждений, что вот как бы роль недедуктивной характеристики у нас она весьма и весьма значима и для аргументационной практики, практики, но и для, так скажем, когнитивных размышлений, размышлений в когнитивном плане это важно. Ну и отсюда стимул к развитию логических теорий, правдоподобных рассуждений, индуктивных, абдуктивных и процедур установления каузальных связей причинно-следственных выдвижения гипотез, проведение аналогий и так далее. Такого рода теории, они как бы довольно традиционны для логических исследований, но я думаю, что стимул в связи с когнитивными аспектами мог бы быть более мощным, более интересным и есть чем обменяться друг с другом. Очень важный аспект это тотальная контекстная зависимость наших размышлений в когнитивном плане и развитие интенциональных семантик, мне кажется, здесь тоже дает нам некий статус ожиданий. Логики эпистемического характера, диантические логики, вообще как бы анализ оценок, нормативных характеристик для действий и так далее. Тоже упражняться здесь не буду. Контекстная зависимость в этом отношении интересна. И вот отдельный принцип, он может быть встроен в предыдущий вариант, но все-таки он имеет, на мой взгляд, конвергентное синтетическое значение, он собирает очень многие из предыдущих аспектов, это осознание принципиальной процессуальности и самого агента рассуждения и того мира, о котором он рассуждает. И здесь интересны, на мой взгляд, все-таки существующие два логика семантических тренда, которые так или иначе просматриваются, это движение от статики к динамике в семантиках, ну и такой вот аспект, который сегодня так или иначе связан с выступлением Евгения Васильевича, это от дискретности к континуальности. При всей сложности на самом деле вопроса и, наверное, отсутствии каких-то там серьезных решений, тем не менее, эти тренды могут быть темами для обсуждения. И я вспомню здесь вот значит в старой-старой книжке одного из пионеров, значит, который начинал вообще идею измерения нейронной активности мозга со специальными средствами, это психолог, даже нейрофизиолог, лучше так говорить, у него в книжке есть такой вот как бы пассаж, он пишет, что один крупный физиолог скорее всего придумывает фразу и просто так вот разыгрывает один крупный физиолог назвал мозг чудесным ткацким станком, другой уподобил его тихому озеру, на котором некие пульсирующие системы создают волнообразные рисунки, ну то есть разбегается и так далее, вот два образа, которые в общем-то конфликтуют, они не очень-то и подходят. Первый образ напоминает нам, что волшебство может быть функцией механизма, мне очень нравится эта фраза о том, что в дискретной области, собственно говоря, тоже точка нигде не поставлена, она весьма иногда бывает удивительной и вычурной, то есть мы узоры действительно можем трясти довольно элегантные и экстравагантные. Вот, а второй приглашает вступить на поверхность чего-то подвластного штормам и более глубокого, чем мы думаем, ну то есть как бы, как кажется, конструкция проста, если копнешь, там на самом деле тьма и даже страшно, то есть то, как работает наше сознание и как это обеспечивается таким вот органом, как мозг со всеми его тайнами, это действительно нескончаемый разговор и довольно любопытный. Пусть этот образ у нас останется и он любопытен, но здесь нейрофизиолог конкретно говорит. А вот смотрите, как мне кажется, отдается та же самая тематика уже упомянутого Биркова в его вот в этом небольшом небольшом выступлении. Так, что-то там пишут, может быть, мне уже пора заканчивать? Нет, я так не смогу. Спасибо большое. Математика и психология. Ну, во-первых, она там три части имеет, третью я упомянул здесь, но там дискретная математика и психология, континуальная математика и психология, это принципиально. Третья часть это вообще о том, как работает математик и психология работы математикой. Вот, и здесь есть такая цитата, есть, которая вот где-то там в начале второй части, где континуальная. Машины, которые обладают непрерывно меняющимися состояниями, называются аналоговыми, если они имеют непрерывно, ну, характер непрерывно меняющихся состояния, называются аналоговыми. А машины, которые обладают как цифровыми, то есть дискретными, так и аналоговыми устройствами, называются гибридными. Я попытаюсь убедить вас, и он там это делает, уж как бы качественно или нет, наверное, здесь можно поставить такой вопрос, но он пытается убедить нас, что человек имеет превосходное аналоговое устройство, а также аналогоцифровые и цифровые аналоговые преобразователи. То есть человек работает и с дискретной, и с континуальной характеристикой. вполне и очень интересными, любопытными, разными способами. Иными словами, я утверждаю, что человек есть по меньшей мере гибридная машина. Таким образом, для вот исследований и стандартных по неклассической логике, так можно говорить уже все-таки век просуществовали эти интересы в современном понимании неклассических логик, и нестандартные, например, связанные с как бы осмыслением вопроса континуальности в семантике, такие тоже исследования есть, можно было бы поставить. Ну и еще упомяну, хотя я не близко знаком с этой работой, но вот это тот самый Дагглс Хавштадт, который автор Геба, Гёдель Эшербах, «Вечное золотое переплетение», то он еще вместе со своей командой фаргонавтами, так называемыми, рассматривает текучие концепты. Ну, опять же, скорее всего, с точки зрения нейрофизиологии и когнитивных исследований в широком понимании, но с использованием тех средств, которые так или иначе связаны с логической тематикой. Так что вот этот важный тренд логико-семантических исследований мне кажется наиболее интересным, хотя и наиболее сложным. Ну и, пожалуй, на этом я завершу свой разговор. Спасибо большое, Алексей Геннадьевич. Так, есть вопрос у Алексея Коновалова? Спасибо вам большое за интересный доклад. Спасибо вам. Вот такой уточняющий вопрос. Смотрите, вот вы упоминали там, да, что вот есть исследование по исследования уже забыл, как это взрослых логических рассуждений, да, правильно? Да. У пиажи был анализ детей, да, известный. Да, дети там и так далее, в зависимости от возраста и так далее. У меня вопрос, а есть ли какие-то исследования в зависимости от взрослых людей, в зависимости от профессии? Ну, например, меня конкретно интересует, например, в зависимости, там, допустим, человек-логик и математик или там ни логик, ни математик? Ну, поскольку я сам такого рода исследования не веду, я понимаю, о чем вы спрашиваете, да, и иногда вот в более широких книжках людей, проводящих нейрофизиологические и когнитивные исследования, там говорят о некой культурной составляющей, да, вы здесь конкретизировали ее в профессиональную, но вот уже от некоторых, не всех, но некоторых исследователей, от некоторых исследователей, которые занимаются замерами сложности интеллектуальных задач, корректности выводов и так далее, вот и Сергей Юрьевич упоминал такие вещи, и Дмитрий Владимирович за это делал доклад соответствующего характера, то там понятно, что если мы берем группу недавно изучавшую логику, вот например, еще в режиме математической логики, то там одни показатели, а если мы берем людей, не связанных с высшим образованием, но этого же возраста, там другие показатели, это требует очень тонких таких вот интерпретаций, я не возьмусь, у меня немножко не про это был разговор, но вообще я думаю, что, конечно, результаты будут разные, безусловно. Человек впервые вообще рефлексирует над тем, как он рассуждает, или человека этому учили, он имеет опыт этой рефлексии, разница есть. Да, Елена Николаевна? Спасибо, спасибо. Мой вопрос более конкретный. Ой, прошу прощения. Да, 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 сейчас я прошу прощения. Слышно? Спасибо. Вот какой вопрос. В свое время у нас был проект с нашими психологами, и мы пытались выяснить, какие законы логики в самом широком смысле, то есть не только эти три основные, а и другие постулаты, они являются основными, то есть, грубо говоря, расставить их в порядке приоритетов на основе этих имперических исследований. Ну, империи, естественно, психологи наши делали под руководством профессора Лохвердова. Так вот, я, конечно, могу здесь устроить игру, как вы думаете, какой закон самый главный? Транзитивность, например. Нет, не угадали, Алексей Геннадьевич. Нет, мой вопрос связан не с этим, я могу сразу сказать, оказалось, что это два закона исключенного третьего и непротиворечия, и наш ум ими буквально манипулирует, то есть, в одних случаях полагается на один, на другой, а прежде всего отбрасывает тождество, если взять основные три. Но там еще другие есть, вот дизюнктивные, все, но мой вопрос с другим связан. Вот, как вам кажется, вот эти эмпирические исследования, которые проводят психологи на то, ну, то, что Сергей Юрьевич упоминал, примеры Бирна и так далее, Лурия, они связаны с то, что вы называете экстралогическими, внешнелогическими исследованиями, то есть, как мы определяем тип задачи, или с внутреннелогическими исследованиями, как мы решаем задачи, уже определив тип. Вот для меня это остается неясным, что при этом исследуется. Я думаю, что как бы здесь как раз разделять-то особенно и не нужно. Здесь и то, и другое может быть результатом интерпретации осмысления тех данных, которые мы получили. Ну, как задача будет поставлена, если нам нужен какой-то автоматический оценщик корректности рассуждения, но это будет экстралогический запрос, да, вот, ну, то есть, так же, как вот всяческого рода есть исследования, как бы, программы, которые анализируют корректность текста не только с точки зрения грамматики, но там и стилевые характеристики, и композиционные характеристики, то в данном случае можно было бы такую задачу поставить. Я не знаю, как ее решать, только простые случаи, мне кажется, можно описать, но в принципе, да. А с другой стороны, как бы, конечно, очень важная характеристика, связанная с тем, когда на две чаши ставят, да, то есть, как бы, традиция логическая и то, как реально рассуждают люди. Но здесь надо очень аккуратно быть. Вопрос сам по себе, на мой взгляд, очень корректный, интересный, любопытный, и качественные, квалифицированные интерпретации могут нам многое чего вот как бы прояснить и показать, или, по крайней мере, стимулировать в дальнейшем развитии. Но вот когда огульно начинают писать, я встречаю такие тексты, к сожалению, вот я только у российских авторов не буду упоминать, встречал о том, что на самом деле у человека логика не математическая, совсем другая, она самостоятельна и так далее. Так и хочется сказать, но ведь когда человек чертит вообще мелом прямую на доске, у него тоже не получается прямая, у него получается не очень прямая линия, но не в этом дело, и геометрия в данном случае не должна пострадать. Как еще объяснить-то о том, что изучается в общем-то не вот характер как бы человека сконцентрироваться и держать образ, так бы, скажем, выразить его адекватно и быстро в языке подобрать нужные в этом отношении термины и выражения. Это тоже интересно, это любопытно, но, кстати говоря, построить такую теорию, то есть построить теорию ошибочных, неточных рисований на доске гораздо сложнее. Хотя тема приближенных вычислений там с вопроса квадратуры круга еще возникала и в общем-то тоже цена и очень сильно повлияла на современную технологию, кстати говоря, то есть у нас даже у математика есть кафедра приближенных вычислений, она там математики-физики вот вместе работает. Так все это интересно, что разделять-то? И экстрологическая, и интерологическая составляющая здесь есть. Ответил? Да, да, спасибо. Я хочу сказать, что я про логику в искусственном интеллекте поместила в чат книжку, где как раз не в совсем обычном контексте логику автор про нее рассказывает, но вы потом посмотрите. Не убирайте чат. Да, да, да. Спасибо, спасибо, очень хороший вопрос. Елена Николаевна, а где эта книга? В чате в нашем. В логике-то искусство. Друзья, вот эта книга Педро Домингеса называется «Верховный алгоритм, как машинное обучение изменит наш мир». Она переведена в 2016 году, и она сейчас стоит в чате. То есть, если вы чат откроете, то я там ссылку поставила. Поставьте. Да. Единственное, что самой книги у меня нет, ну, в том смысле, в электронном виде, но я думаю, что можно ее найти. Как и Чатвилл. Спасибо, хорошо. Елена Николаевна, это ваша книга или это не ваша? Нет, ну что вы, это Педро Домингеса. А я обрадовался, с берегового города, думал, вот Елена Николаевна, хотел, хотел. Нет, нет. Елена Николаевна, другие хорошие. Ну, будем ждать, Елена Николаевна. Спасибо, да, да, да. Надеюсь, да. Спасибо. Надеюсь, что вы свои обещания исполните. Да. Спасибо. Следующий вопрос, Евгений Васильевич. Алексей, спасибо за доклад, очень насыщенный. И у меня вопрос, значит, я не понял некоторых корреляций, которые ты проводил между особенностями рассуждений с одной стороны и разными неклассическими логиками с другой стороны. Ну, вот для примера, вот такая корреляция рассуждения, когда мы осознаем ограниченность наших ресурсов и интуиционистской и конструктивной логики. Вот я не понял, в чем здесь состоит эта корреляция, но так вот, навскидку, мне кажется, я могу, например, рассуждать, осознавая ограниченность моих ресурсов, и это не помешает мне принять, например, закон исключенного третьего. Ну, да, здесь проблематика это поглубже. Может быть, это не очень удачно, я, так скажем, как это у Панурга было, да, и я готов отстаивать эту точку зрения вплоть до смертной казни, но только не включительно, а исключительно. Вот так вот он говорил. Конечно, может быть, я как-то переосмыслен. Ну, для меня как бы значимый такой аспект о том, что вот обсуждение еще у Браура, да, то есть абстракция актуальной бесконечности это более безбашенный вариант абстракции, чем абстракция потенциальной бесконечности. Он более аккуратный и уже учитывает наши возможности. А в связи с исследованиями уже такого ультраконструктивистского характера, там действительно ставится вопрос, что не просто задача имеет решение, да, а какими средствами она решается, то, да, вплоть до того, что даже проблема длинных доказательств может быть ограничением по средствам. Но это тематика конструктивная. Я там же оговорился, что надо бы как бы поискать более конкретные, но, скорее всего, они уже будут и интроэкстрологическими исследованиями применения. Ну, вот в таком аспекте я думал, но, может быть, да, здесь есть некоторая неточность. Я не претендую. Ответил? Спасибо. Спасибо, Ага. Хорошо. Синицкий, Дмитрий Анатольевич. Ну, у меня не столько вопрос, сколько маленькое дополнение в подтверждение, так сказать, вот этой темы, которая докладчикам обсуждалась о связи между, так сказать, когнитивными исследованиями и неклассическими логиками. Вот сейчас очень широкий класс исследований появляется, которые часто называют аффективными вычислениями и исчислениями. То есть это, так сказать, вот у вас там как бы слева было нарисовано когнитивные процессы, рассуждения, справа, значит, логические модели. Но здесь слева можно поставить уже более широко вещи, связанные, скажем, с психоэмоциональными состояниями, и в том числе с психоэмоциональными состояниями в процессе когнитивных рассуждений, их изменений. А с правой стороны это вот как раз привлечение аппарата там эпистемической логики, динамической логики и так далее. Это очень сейчас такая модная тема. Спасибо большое за учтение. Голландцы очень много сделали в этой области. Я бы только заметил, что, скорее всего, поскольку я такими крупными блоками, то это входит вот в ту часть, которая связана с контекстной зависимостью. Да, конечно же, вот как бы некие аспекты сопровождения принятия решения, они могут быть в этом отношении, моделируя бы тоже. То есть это по существу логические исчисления вместе с сематикой и прагматикой эмоций человеческих. Да, прежде всего там. Там синтаксис, он в результате, так скажем, трансформируется и приобретает нужные очертания и спасает или не спасает эту задумку. Спасибо. Какие замечательные вопросы хорошие. Ну, что так, коллеги, всем большое спасибо. А вот еще есть вопрос у Тарабанов. Ага. Ну, давайте, да, последний вопрос у Николая Тарабанова. Да, спасибо. Спасибо вам, Геннадьевич. Не слышно вас, к сожалению. Вопрос уточняющий по поводу когнитивной науки. Ну, вот известный специалист Пол Мактагар, у него есть статья в Стэнфордской энциклопедии, он там когнитивную науку включает, в том числе, философию. Ну, вот в других энциклопедиях там эпистемологию, если более конкретно тоже уточнять. Вот, ну, в докладе вы ничего не сказали, может быть, намеренно не сказали о влиянии логики вот на когнитивную науку в аспекте именно философском, ну, или конкретнее эпистемологическом. Вот, на ваш взгляд, это неоправданное включение в рамках когнитивной науки философии, эпистемологии, или все-таки есть какое-то влияние? Спасибо большое, это такой глобальный вопрос, я совершенно намеренно не включил очень много вот таких сложных вопросов, в них как в омут можно головой окунуться и не вынырнуть оттуда. Я думаю, когда упоминают философию, в частности, эпистемологию, хотя тоже надо смотреть, что они там под этим подразумевают, в ряд когнитивных исследований, я думаю, что это с одной стороны даже и оправдано, а с другой стороны это важно для самой философии, например. Потому что есть сложности актуализации в современном научном мире и в данном случае это некая поддержка. Более того, даже административно это решается. Сейчас в режиме подготовки кадров высшего порядка, профессиональных кадров, когнитивное моделирование, когнитивное исследование в том числе могут рассматриваться как философские науки. Так что вот ответ на этот вопрос. Но я не стал сюда включать, потому что это отдельная тема, это надо там долго-долго разговаривать о корреляции логики и философии и прочее-прочее. Конечно, это интересный и сложный вопрос, но это бесконечная история. Спасибо. Ну что? Иван, ну что, я думаю, что можно объявить обеденный перерыв до трех часов дня и в три часа дня собираемся здесь же на круглый стол, где можно будет обсудить различные детали и все, что было так или иначе не озвучено еще сегодня. Вот, конференцию точно так же, я думаю, мы закрывать не будем. Вот, просто выключим опять же микрофоны, то есть можно не выходить. То есть конференцию мы не закрываем, у вас там она долгая, не закрываем. Она у нас бесконечная. Ну да, то есть она не фиксирована. Все. Хорошо, коллеги, спасибо вам, всем приятного аппетита. Ирина Николаевна очень рада был видеть. Да, взаимно. Ирина Зайцев обещает, что может быть получится у него еще подойти, может быть, он тогда сможет рассказать. У него какие-то противные дела, ну понятно. Ну да, у нас все. Радостно видеть всех, да, и видеть, и слышать такие замечательные выступления. Да, и даже стену кафедры за Ильей Гущиным вашим приятно видеть. Да, я дома. Это я вижу, это я вижу, вам хорошо, да, ну, до встречи. Ну что, дорогие друзья, давайте начнем наш круглый стол. Время подошло. Пожалуйста, здесь «Дача круглый стол» это платформа для свободного участия всех, можно высказывать свои мысли, связанные с темой нашего сегодняшнего обсуждения, задавать более длинные вопросы как докладчикам, так и остальным участникам. в общем, если кто-то хочет высказаться, это можно сделать. Евгений Васильевич хочет выступить. Пожалуйста, можно, наверное, даже в режиме круглого стола сразу же просто включать микрофон и говорить. Главное, не перебивать друг друга. – Хорошо. Я хотел не высказаться, как бы, не мысль сказать, а задать вопрос, который задать не успел. Елена, это вопрос к вам. Так, я на всякий случай сейчас уберюсь, что вы здесь. – Да, я здесь, здесь. – Значит, о границах аргументации. Значит, ну, вы ответили на мой вопрос про ситуацию грабежа, ситуацию жизни или кошелек, но вот у меня все равно еще некоторая неясность по этой ситуации осталась. Вот, дело в том, что можно осуществить чистое принуждение людей. – Евгений Васильевич, у вас снова микрофон с микрофоном. поближе. – Как сейчас? Раз, раз. – Ну, вот я вас слышу хорошо. Может быть. – Окей. Значит, я с микрофоном сделать ничего не могу, могу только чуть погромче говорить, но вот попробуем. Значит, рассмотрим ситуацию принуждения, можно даже без слов. Например, парень с дубинкой может там выгнать парня без дубинки из какого-нибудь помещения. Значит, ну, просто толчками или даже как бы ударами дубинки. Вот. Есть ли в этой ситуации какой-то аргумент? Ну, мне кажется очевидным, что нет. Теперь, значит, можно то же самое сделать, но с применением некоторых вербальных средств. То, раз уж у нас есть вторая сигнальная система, почему бы нет? Можно просто сказать «Выйди, а то я тебя сейчас дубинкой огрею». Значит, ну, это примерно то же самое, что «Жизненный кошелек». Отдавай кошелек, или я тебе сейчас, значит, или я тебя зарежу. Вот. Я в этом вижу чистое принуждение и не вижу никакого аргумента. Ну, вот, то есть, не вижу того, что вы, Елена, рассматривали как переговоры или обсуждение чего-то. Вот, мне кажется, что принуждение, даже если оно осуществляется с использованием второй сигнальной системы, это пока еще не переговоры и не обсуждения, и поэтому у меня к вам вопрос. Вот, значит, давайте вопрос как бы в форме возражения выскажу. Вот, мне кажется, что в ситуации грабежа, когда грабитель говорит «жизнь» или «кошелек», он не вступает ни в обсуждение чего-либо, здесь нет ни обсуждения, ни переговоров, есть просто чистое принуждение и то, что оно происходит с использованием слов, это еще не означает, что здесь возникает, что здесь имеется какой-то аргумент. Вот, что вы думаете об этом? Ну, я думаю, что как в логике на вкус и цвет формальных систем мы все различаемся, и поэтому наши коллеги считают, что, например, логики считают многие, что люди отличаются, потому что у одних в голове, не знаю, D45, а в других S4, причем по понедельникам одно, а по четвергам другое, а в остальные дни они не четкие или не монотонные, например, в обед или на завтрак. Это приблизительно то же самое. То есть концепция того, чем является аргументация, может быть разная. И в последнее время наметилась, я вот сейчас более пространно отвечу, может быть тогда будет понятнее, что имею в виду, наметилась такая тенденция, что мы можем рассматривать обновление информации в когнитивном смысле в духе BDI агентов, то есть когда мы моделируем их при помощи желаний, намерений и целей, то есть расширенным таким способом, туда включается конечно и дескриптивные обязательства того, что агент считает истинным, но также его когнитивнические позиции или части агентного профиля, желания, намерения, действия. И тогда у нас получится, что каждый волен обновлять свою информацию, сидя в кресле, только захотев. Вот если мы захотим, нам кажется, неконсистентными какие-то убеждения или взгляды свои, мы подумали, почитали, посоветовались с умным человеком или людьми и вот обновили. А есть другой взгляд на эти вещи, называется обязательственная модель, то есть первой преимущественно придерживаются логики, а вот обязательственная модель, она характерна для лингвистов и для специалистов по искусственному интеллекту. Но это социологическое наблюдение, это нету такого, что вот обязательно так и ледок. Она в чем состоит, что то, что мы высказываем как истинное, желательное, или то, что мы намереваемся, это все есть торговля социальными статусами. Это Брэндом предложил еще там несколько лет назад Роберт Брэндом, известный такой философ прагматического направления. И тогда получается, что когда мы обновляем информацию, один из способов ее обновления у себя в голове, знаний, взглядов, желаний, целей, всего, что там есть в нашем когнитивном профиле, один из способов это обсуждение ее с другими людьми. Но если для BDI модели это будет вторичный способ, потому что в основе лежит верификация и проверка истинности, то для обязательственной модели первой будет это фальсификация. В каком смысле? Что если мы можем отстоять наш когнитивный взгляд или нашу цель, или наше намерение перед лицом возражений или контраргументов, стало быть, мы должны это сохранить. А вот если не можем, то значит должны заменить. А почему тогда возникает вопрос, должны заменить для обязательственной модели? Для BDI понятно, потому что мы свели все к истинности предложений и считаем истину наивысшей познавательной целью. Но в обязательственной модели не так, потому что это же торговля социальными статусами, там и истина играет роль, и приоритетность цели, и там не знаю, утонченность вкус и желание, все что угодно. Так вот, оказывается, что вот этот социальный статус, он включает и в том числе эпистемический статус. Если мы не можем отстоять в коммуникации с другими людьми вот часть своего когнитивного профиля, то тогда получается, что мы должны его заменить. В первом случае вы правы, что кошелек или жизнь аргументом никаким не будет. Ну, конечно, никто же не заставит вас изменить мнение о том, что это несправедливо, когда кошелек отбирает грабитель. Никаких прав на ваш кошелек у грабителя нет, даже если грабители думают иначе. А во втором случае, когда мы говорим о социальном статусе в целом, который включает также вот этот когнитивный профиль, дело совсем не так, просто он сильнее в данном случае, и эта сила заключается не в том, что он знает больше истинных предложений, чем вы, может, как раз наоборот, а в том, что в дальнем локальном контексте он обладает, ну, назовите их не аргументами, назовите их социальными рычагами, давления, как вы говорите. Но теперь давайте сравним вот эти социальные рычаги с Барбарой, с первой фигурой силогизма. Мы же называем тех, кто неправильно строит умозаключение по Барбаре, мы им двойки ставим на экзамене, да, мы говорим, что это ошибки рассуждений, мы даже расширяем эти ошибки рассуждений, говорим, плохи дела у вас, дорогие господа, вот вы неправильно рассуждаете, вот логика говорит так, а вы не так, значит, вы когнитивно в этом отношении несостоятельны, берите-ка учебник, идите и справляйтесь. И этот самый нам бандит говорит, ну да, вот сейчас кошелек мой, в следующий раз, когда жертва сможет противостоять, я не смогу забрать, да, если жертва, например, Николай Валуев, он явно такого не допустит, да, наверное, будет противостоять и может и сам кошелек у бандитов отберет, если захочет. То есть получается, что вот этот способ принуждения, вы трактуете его только в истинностно-эпистемическом смысле, и тогда, конечно, вы правы, только диалоги типа один и два, они вынуждают нас принимать какие-то предложения как истинные, ну вот в логическом смысле, да, как бы мы логику широко не трактовали, да, в силу какой-либо логики, любой, даже самой слабой, а те, которые занимаются обменом между социальными статусами и подразумевают какой-то когнитивный профиль, мы сюда не относим, да, можно здесь провести черту, да, вот Аристотель так и сделал и придумал логику, по-видимому, он так и провел, но как нас научили специалисты по искусственному интеллекту, которые моделировали делиберации в интернете, если отказаться от проведения вот линий между этими двумя способами обмена статусами, даже разно понимаемый, то тогда можно попробовать смоделировать подсчет этих статусов, в основе такого подсчета лежит не монотонная логика и как раз принцип фальсификации, если вы можете противостоять аргументами в широком смысле другому мнению, можете это доказать, то есть, ну да, значит, тогда ваша позиция сильнее, ваши аргументы сильнее, как бы их не понимать, ну вот какой-то такой ответ, да, то есть, конечно, выходит за рамки логики, тут не поспоришь, да, ну так я и не говорю, что входит, я как раз говорю, что можно логические средства применить для анализа в несколько ином смысле, и оказалось, что это весьма продуктивный ход, ну вот как-то так. Можно я продолжу? Дело в том, что вот, Елена, вы думаете, что я свожу аргументы только, или понимаю аргументы только в таком логическом смысле, в смысле обоснования истинности суждений, но нет, давайте понимать, я согласен понимать аргументы более широко, ну как вы говорите, как обмен социальными статусами, не какое-то воздействие на социальные статусы, но мне кажется, что ситуация грабежа выходит даже за эти пределы, я здесь вижу просто каузальное воздействие, вот понимаете, я могу каузально воздействовать на эту чашку, я могу ее поднять, опустить, переставить на столе, я могу точно так же каузально воздействовать на Николая Валуева, если у меня есть хороший большой дробовик, а у Николая Валуева его нет, я могу у него так, наверное, мог бы у него так кошелек даже забрать, хотя что-то сомневаюсь, но все равно, допустим, я просто здесь не вижу ничего, кроме каузального воздействия, вот я могу на чашку воздействовать, а могу как грабитель на ограбляемого человека воздействовать, и если так, тогда хоть я и произношу слова, но вроде бы в этом нет аргументов даже в каком-то расширительном смысле, как вы думаете? ну, вооружиться вашим словом воздействовать, то вы ведь и сейчас оказываете каузальное воздействие на меня, вынуждая по разным социальным правилам меня отвечать на ваши возражения, ну, вроде того, как вы поднимаете свою чашку, то есть, тогда получается то же самое, разница фундаментальная с моей точки зрения, которая учитывает обязательственная модель и не учитывает BDI-модель состоит в том, что у меня есть свобода как отвечать и отвечать ли вообще, а у чашки нет, если вы ее подняли, она не может сопротивляться, а я могу, и Валуев может, то есть, получается, дробовик направить, у него немного свободы, ну, по крайней мере, одна дизюнкция имеется, может подчиниться, может пытаться убежать, нет, ну, это, конечно, утрированный случай, я имею в виду другое, что адресат, он оценивает эту ситуацию, почему я говорю социальный статус, оценивает, и каждый раз принимает, то есть, как бы, автор рискует, выставляя свое мнение, что называется, на, так сказать, на рынке, да, вот, я считаю, что так, что вам нужно сделать так, или я считаю это истинным, да, и он рискует тем, что, если он окажется неправ по результатам обмена мнениями, или там, доводами, или чем угодно, то его социальный статус будет понижен, в самом широком смысле, он окажется, ну, глупцом, думающим неверно, неверно понимающим силогизм, и так далее, но и адресат тоже рискует, то есть, самая в этом смысле удобная позиция, ну, вот, Тургеневым еще высказано, отрицайте все, и вы сочтете за умника, позиция тотального скептицизма, когда вы не берете на себя никакого когнитивного обязательства, да, не оценить вывод из посылок, не оценить угрозу, которая содержится в фразе кошелек или жизнь, а может, это и не угроза вовсе, да, может, настолько щуплый бандит, или это вообще какая-то шутка, то есть, мы же это все каждый раз оцениваем, то есть, в этом смысле нельзя сказать, что автор воздействует на адресата каузально, здесь, как вот Алексей Геннадьевич ссылался на исследование Дмитрия Владимировича и психологов, есть большая разница между тем, что мы относим к логике, как вывод, я бы сказала, да, идеально безупречен, тот, который трудно опровергнут такими же средствами, и тем, что мы относим к происходящему в уме человека, что, вообще говоря, является неясным, то есть, мы не знаем, как люди это делают, но мы можем это оценить по их вот этим социальным статусам, реакциям, и вот здесь как раз об этом идет речь, то есть, если мы будем аргументацию понимать в более широком ключе, то есть, включать туда реагирование, словесное, вербальное, ну вот, как говорят, молчание, да, молчание, ведь это тоже определенный ответ, адресат волен смолчать, а волен возразить, или даже выдвинуть контраргумент, то тогда мы получим некое взаимодействие, которое мы сможем рассматривать как аргументативную практику, но в чем вы безусловно правы, что этот вот такой утрированный вариант кошелек или жизнь, конечно, далеко не все исследователи логики аргументации сочтут легитимным средством, но если мы посмотрим на аргументацию, как исследование способов не доказательства, а уговаривания, сделать что-либо, принять мнение, как истинное, придерживаться определенной линии поведения в будущем и так далее, то тогда оказывается, что это в том числе нельзя сказать, что очень вежливый, но часто весьма эффективный способ. Ну-ка быстро учись логизм, а то два поставленные экзамены, ну приблизительно то же самое, но работает же в некоторых случаях, не во всех, как-то так. Мне кажется, что довольно широкое понимание аргументации, не, я не против, я не говорю, что нельзя аргументацию так широко понимать, но просто для меня как-то непривычно широкое понимание, но хорошо, буду знать, что есть и такое. Ладно, спасибо. Ну да, получилось так, что если мы снимем вот эти логические шоры, в хорошем смысле шоры, и посмотрим на аргумент, как на некий ход в диалоге, то тогда саму аргументацию, вот я когда студентам объясняю, давайте считать, что это морской бой, как в детстве вот вы играли в классе на бумажке, я туда ранен, убит, а я сюда, вот, тогда мы можем это оценить, то есть, ну просто от марной единицы у нас станет не предложением, у которого есть некое логическое значение, а аргумент, как ход, который может быть нейтральным, контраргументом или аргументом в поддержку, то есть, у него три значения появятся, но не в смысле истинности, а как хода, и тогда мы можем это проанализировать, ну в таком, как это сказать, более широком контексте, ну возможно он чересчур широкий, да, там предметная определенность, конечно, с этим вопросом сложно, но тем не менее какие-то выводы позволяет сделать. Хорошо, спасибо. Спасибо, что спрашиваете, да, даже самой яснее стало, спасибо. Если позволите, Елена Николаевна, поскольку тоже к вашему докладу вопрос, который я не успел озвучить в основное время, вот меня заинтересовало, то есть, это уже по другому моменту вашего доклада, меня заинтересовала классификация вот типов диалогов, я так понимаю, что это авторская классификация, и вот у меня там вопрос по поводу параметров этой классификации, так я, у меня, видимо, нет прав демонстрации, я сделал скриншот вот этой классификации, ну, чтобы предметно разговаривать, предметно задавать вопрос, соответственно, там тогда она у вас перед глазами, да? Вот я сейчас открываю, когда вы спросили, поскольку до этого она не нужна была, вот я сейчас открою, да, да, я открыла, вот она у меня перед глазами, но я могу ее показать желающим, если есть такая у меня возможность, если нужно, я сейчас ее выведу еще раз, вот она, я надеюсь, что нынче видно, вот сейчас видно? Да, да, отлично. Да, вот, да, пожалуйста, да. Вот у меня по последнему параметру вопрос цель диалога и убеждение научной дискуссии, как два разных типа диалога, но исходя из таблицы, ну вот цель решить или прояснить проблему, вот в каком смысле это не может быть целью научной дискуссии, да, ну например, там среди специалистов квантовой механики, да, они пытаются там решить проблему тоже определенную, или они такие, ну вот идеальные типы, возможно, какие-то промежуточные варианты. Ну вот, прежде всего хочу поблагодарить вас за вопрос. Да, к этой типологии диалогов есть много вопросов, придумана она не мною, я ее взяла из книжки известных исследователей логики Уолтона и Краба, она была опубликована в 95-м году, вот, но и не ими тоже придумана, это компиляция, то есть эта компиляция из риторических типов диалогов, она встречается в учебниках риторики, они просто ее уточнили применительно к аргументации, и вот оттуда она переведена, и после этого она стала фигурировать у нас во многих вариантах, но я говорю, что это, собственно, не такое какое-то изобретение. Тут идея в том, что слева, вот, в первом столбике, где шесть типов диалогов, помещены некоторые такие абстрактные типы, которые действительно отличаются вот по этим трем параметрам, начальная ситуация, задача и цель, но авторы сразу, и в том числе те, которые пишут учебники по риторике, они подчеркивают, что на практике в чистом виде редко встречаются какие-то из этих типов диалогов, возможно, вот два только есть такие, это иристика, но это фактически дебаты на публику или словесная ссора какая-то, да, вот, иристика редко может перейти в какой-то из предыдущих по нумерации типов диалогов, еще поиск информации, поскольку это некий вариант интервью, то есть когда один человек спрашивает другого, вот когда журналист берет интервью, допустим, у ученого или у звезды шоу-бизнеса, да, здесь могут быть аргументы, но целью такого диалога аргументация не является, и он редко может перейти, что в обсуждение, да, в аристику вряд ли, и наверх тоже, в переговоры, в научную дискуссию, убеждения тоже, обычно не переходит на практики, идея какая, что в этих диалогах люди приводят аргументы, то есть это не аргументативные диалоги, где только аргументы имеются, да, а это те диалоги, где приводят аргументы наряду с другими речевыми ходами, и конкретно чем отличается убеждение от научной дискуссии, здесь научная дискуссия, вот, например, в терминологии прагмодиалектической школы, она называется критической дискуссией, и для нее даже деколог придуман, да, постулатов или 10 там там 10 Commandments of Critical Discussion, как они их называют, то есть научная дискуссия, то есть имеется в виду, что мы доказываем или опровергаем истинность какого-то предложения, и подразумевается, что доказательство истинности, оно автоматически является убедительным для всех рациональных агентов, участвующих в такой дискуссии, ну, как если вы доказали теорему, то контраргументом здесь может быть только опровержение данного доказательства, да, даже тот факт, что кто-то обнаружил, что ваше доказательство вкралась ошибка, он не послужит доказательством того, что доказываемое ложно, как нас учат учебники логики, да, а просто будет говорить о том, что доказательства пока еще найти не удалось. А вот первый диалог, он подразумевает, что у агентов в диалоге есть разные мнения, и хотя бы один из них намерен или намерена сделать так, чтобы другой агент отбросил свое мнение по поводу истинности предложения и принял мнение первого агента. То есть здесь получается, что не все вместе ищут одно доказательство истинности предложения, а у каждого есть свое доказательство истинности или ложности некоторого предложения, и решение проблемы видится в том, чтобы выяснить, какое доказательство лучше, сильнее, какое правильное, какое нет, то здесь вот имеется такой конфликт. Можно сказать, что расширенным вариантом научной или критической дискуссии является диалог убеждения в таком чистом виде, в истинности предложений. Вот как-то так здесь это выглядит. Спасибо. Я просто вспомнил вот такое высказывание, правда, не помню, кому оно принадлежит, кому-то из ученых, не то Шрёдингеру, не то еще кому-то, что новая теория побеждает только тогда, когда умирают представители старой теории. Ну вот как бы говоря о научной дискуссии, о том, что насколько там стремление к истинности является таким определяющим критерием для такого идеального типа диалога, коммуникации и насколько может быть эристика. Но это уже, наверное, другой вопрос. В целом спасибо за пояснение. Спасибо вам. Ну да, в принципе получается, что если представители старой теории умерли и не пришли на спор, то тогда доказательства в смысле научной дискуссии уже не требуются. А ведь никто не возражает. Хотя, конечно, это в риторическом смысле не требуется. можно вступить в дискуссию из Кабаровска? Интересное выступление. Спасибо Елене Николаевне и Евгении Васильевич затронули очень важную тему, которая давно практикуется и обсуждается, как в теории, еще больше на практике, еще больше на практике. Действительно, вот на мой взгляд, важный вопрос, очень важный вопрос, что такое аргумент и аргументация. На данный вопрос можно отвечать в широком, в широком смысле, как Елена Николаевна или Алексей Киселев, скажем, в смысле выведения из посылок любого заключения демонстративного, ложного, вероятностного. Тогда мы любые посылки вплоть до кошелек или жизнь будем рассматривать в качестве аргумента. Елена Николаевна права. Я согласен, что есть оценка аргументов и аргументации со стороны грабителя, потерпевшего, суди, прокурора, адвоката, свидетелей, свидетелей как явных, так и тайных и даже в последующем в освещении в средствах массовой информации. Тогда посылка тогда в разных ракурсах принимает позицию аргумента, аргумента. существует ли однозначно обязательное для всех дискурсов определение или дефиниция аргументов и аргументации. Я считаю, что нет, ни в коем случае. Мы должны рассматривать аргументы и аргументацию в полях взаимодействия, в полях взаимодействия адресата и всех прочих остальных составных элементов аргументации. По-разному мы ответим на вопрос, что такое аргумент и аргументация в диалоге, в споре, диспуте, дискурсе, переговорах и так далее. Скажем, вот яркий пример, яркий пример, который я часто привожу своим, как коллегам, так и студентам, вот аргументы и аргументации ВПК в уголовном процессуальном кодексе, на который часто я ссылаюсь, замечательная статья, так сказать, дискурсивный базис для философов, логиков, юристов, лингвистов и всех остальных. Это глава пятая о доказательствах, о доказательствах. Ведь у юристов по-другому совершенно оцениваются и рассматриваются как теории, так и на практике аргументы и аргументация. Вот, если далеко не заходить, то по заголовкам доказывание у юристов это аргументация, а доказательства доказательства это доводы, это доводы, аргументы. Вот интересный пример, интересный пример, на котором мне когда-то еще, наверное, в прошлом веке подловили юристы-криминалисты за столом чашкой чай, я не помню, что мы употребляли, но меня ловко подловили юристы. Я так, как философ, как философ использовал выражение, вот один был среди юристов, отпечатки пальцев, они оттуда поправили, ты кто? Есть на самом деле философ или юрист, если ты философ, должен правильно и логику употреблять данное выражение, у нас нет отпечатков пальцев у криминалистов, нет, у нас есть отпечатки следов пальцев, которые мы рассматриваем в качестве доказательств, то есть аргументов. Вот я этот пример вспомнил и привел к аргументу о кошельке, о кошельке, то есть речь-то идет не, когда мы говорим об аргументе, в споре между Евгением Васильевичем, Евгением Николаевым, речь идет, когда мы воспринимаем данное положение или посылку как аргумент о следах, о следах, то есть в голове адресата, в голове прокурора, следователя, следователя оперативного работника, оперативного работника и так далее. То есть я против, другими словами, против широкой трактовки для аргументов, для всех полей аргументации в дискурсах, диспутах, диалогах и так далее. Чтобы как-то обосновать, я не готовился специально, другая тема больше интересует на сегодняшний день, а вот чтобы как-то обосновать, я снова возвращаюсь к книжке о Сократ, апологии Сократа, апология Сократа, Платон, здесь много, здесь сборник под редакцией Александра Маркова. Вот так вот, начальная, да, начальная работа в этой книге, ну, это и есть апология Сократа, апология Сократа, то есть защитительная речь на суде, ну, когда обвинили Сократа во всех смертных греках, ему дали слово, и он выступил в роли адвоката. И вот в своей речи в апологе, то есть апология это и есть, если перевести на наш язык 21 века, это и есть судебная речь защиту свою или подзащитного, апология. Если перевести, так сказать, в самом широком смысле, не придираясь, это и есть речь защиты, есть защиты, вот, или свою, так сказать, для себя, или кому-нибудь для кого-то другого. Так вот, в апологии, в апологии, то есть судебная речь, судебная речь, а строго, строго, вот, выдерживается логика математическая, поэтому я категорически против вот тезиса или постулата о том, что логика как-то когда-то в далекие времена появилась, да, потом развивалась без математики или риторики, это совершенно ложная, ложная посылка изначально и позитивным умозаключением, тем более теоретическим конструктом она никогда не приведет. Так вот, в апологии строгая, строгая логика, строгая логика. Скажем, апологию, апологию Сократа можно читать, можно читать с помощью метода, который нам сегодня предоставил Евгений Васильевич, когда приводил нам вот анализ, логический анализ вот Шара, Шара, да, Хоторна и Бернадети. Вот я, вот хотел бы его попросить, если статья вышла, то ее буду использовать в логическом анализе коррупции, то есть я сейчас вот занимаюсь логическим анализом юридического теоремена коррупции. Она мне понравилась как метод, ну, если, конечно, она уже вышла из печати. Итак, если вернуться к нашей исходной речи, вот в апологии, в апологии это математическая логика, но Евгений Васильевич ее называет отпоративную, она называется апогогическая, то есть противная, я как бы коротко, противная логика, отпоративная. Строго выдерживается аргументация в классическом стиле. Дальше середины середины начинаются у Платона, ну, так, Александр Марков, мой однофамилист, это не мой родственник, Александр Марков придумал, включил в тексты, включил в тексты другие диалоги, ну, в том числе, в том числе, ну, вот и там диалоги Платона. Так вот, во второй части, даже не во второй части, апология, маленькое произведение, маленькая защитительная речь, в следующих частях уже логика другая, у Сократа в изложении Платона. Это, извините, логика, логика больше похожа на иристику, логику иристику, убеждающую воздействие, кто там беседует и с кем ведет диалог Сократ во второй части, да не во второй, начиная там с четвертой части, с кем там ведет диалог Сократ с обыкновенным, если перевести на язык Уголовного кодекса Российской Федерации, гомосексуалистами, какая-то может быть логика математическая в разговоре и убеждающую воздействию, скажем, о том, что такое красота там лошади или мужчины или женщины, вот там нет, нет логики математической в речах, в изложении, в изложении, то есть классической, нет никакой в разговоре с этими гомосексуалистами. Итак, вот я хочу, ну, наверное, я специально выбрал, взял слово, чтобы найти золотую середину в нашем споре между Евгением Василий, что-то не спор, это научный дискурс. Хочу сказать, да, но хочу подчеркнуть, что если мы возьмем, скажем, гарвардский метод, да, гарвардский метод переговоров, то мы вот классическую логику уже видоизменим, видоизменим. Ну, получается, что в широком смысле трактовать аргументы для всех полей взаимодействия дискурсов, ну, не диалога, потому что диалог это все-таки часть этих больших полей дискурса, в том числе и переговоры, да, все-таки диалог это всего лишь часть, всего лишь часть. Вот, в таком вот уточняющем контексте можно принять вот тезис Елены Николаевны о том, что тезис о кошельке в качестве аргумента, в том смысле, как меня подловили друзья-юристы. Мы не изучаем следы, мы не изучаем отпечатки пальцев. У нас в криминалистике отпечатки следов пальцев, как философы, между прочим, меня подловили философы. Спасибо за внимание. Я бы хотел задать вопрос Евгению Васильевичу по его докладу. Да-да, задавайтесь. Евгений Васильевич, можно вернуться как раз к той задаче, которую вы там рассматривали? Вот я немножко не понял ближе к концу вы говорили о том, что эта задача она так парадоксально как-то она как будто бы не решается, то есть там такой парадокс получается, что шарик у нас остановится ни с чем не соприкоснувшись и соприкоснувшись и соприкоснувшись, потому что эта задача на самом деле постановка условия противоречивая. Я правильно услышал тогда или нет? Да, Алексей, я так думаю. То есть противоречивая там в каком плане информации не хватает или в условии или что имеется в виду? Нет, она прямо-таки буквально противоречива, то есть условия задачи содержат неконсистентное множество утверждений, то есть множество утверждений, которые имплицируют противоречие. То есть можно из этих условий можно вывести утверждение формы А и не А, то есть вывести противоречие. Вы имеете в виду то, что обнаружение обнаружения этого противоречия, вот я отвечаю на вопрос Сергея Уколова, говорил, что обнаружение этого противоречия это нетривиальная задача, то есть это нужно сначала выбрать логику, в которой мы будем рассуждать и потом из всего множества условий выбрать именно неконсистентное подмножество, ну или минимальное, лучше сказать так, минимальное неконсистентное подмножество, то есть вот некоторые условия может быть не участвуют в порождении противоречия, а некоторые участвуют, вот участников нужно выловить. это нетривиальная задача, в литературе такие есть как бы статьи, в которых предлагаются разные решения этой задачи. Вот смотрите, я вот вопрос, который задавал, про что увидит Боб, какую стенку, или видит ли он там вообще хоть что-то, вы ее свели тогда к задаче с краской, что одного цвета, другого чередуются. Если я правильно понимаю, это очень похоже на сверхзадачу с лампой Томпсона. Да, я это имел в виду. Я там слышал, например, такой подход, что как раз таки, что в этой задаче по лампу Томпсона там не хватает на самом деле каких-то данных в условии. Ну, например, там не хватает того, почему вообще, как эта лампа, например, работает, как она включается, выключается. Например, видел там подход, что, допустим, если у нее такой механизм, я просто не воспроизвожу по памяти, что за механизм там. Если у нее такой механизм, тогда видно, что оно будет в конце выключено все-таки, стремиться к выключенному состоянию. Например, если ввести данные в механизме, то есть данных не хватает, данных задач не хватает. Здесь, может быть, тоже каких-то данных не хватает с красками, с красками, если мы стены покрасим в разные цвета и зададимся вопросом, какую стену увидит перед собой или какой цвет увидит перед собой наш Боб, вопросом, то я думаю, что да, здесь не хватает информации, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, то есть задача как бы криво поставлена. Криво в том смысле, что мы задаем вопрос, который не содержится имплицитно и не содержится, конечно, эксплицитно в условиях задачи. это решение проблемы с лампочкой Томсона, которое предложил Польбин и Цераф давно, еще 30-40 тому назад, и лично мне это решение нравится. То есть если мы задаемся вопросом о цвете, который увидит впереди Боб, то для ответа на этот вопрос у нас недостаточно данных. Значит, ответа нет. Но если мы зададимся вопросом, от чего остановится шар, например, в истории с демонами, или от чего погибнет Боб в истории с киллерами, то я думаю, что здесь дело не в том, что не хватает данных, а в том, что те данные, которые есть, противоречивы. Алексей, я ответил на ваш вопрос? Вроде бы, в принципе, да, хорошо, я согласен. В принципе, если у меня еще какие-то вопросы появятся, я с вами лично их обсужу в другой раз. Ну, конечно. Вот, кстати, говоря о том, что я вам говорил по поводу бесконечно малой толщины, вот тоже я эту задачу, пока там был перерыв, я ее одному своему другу физику в вашей формулировке на слайде ему дал, спрашивал, что он думает. Он сразу выпалил, дескать, но тут же написано, что толщина нулевая, значит, стенок не существует, значит, парадокса нет. Ну, просто там, где у меня стенки нулевой толщины, просто будем считать, что это передняя поверхность стенок. Но у самих этих стенок, ну, передняя, в смысле, для нас левая поверхность стенок, вот, но у самих стенок будем считать толщина не нулевая, если угодно. это на самом деле неважно, и вот, как бы, физики, при всем моем уважении к ним, и к вам, в том числе, Алексей, здесь ни при чем, потому что понятно, что физически это все нереализуемо, да, как бы, есть какие-то пределы по толщине стенок, в конце концов, есть же какие-то размеры, все понятно, задача чисто логическая, конечно. Ну, окей, я это рассуждаю так, потому что любой учебник по теоретической физике, если открыть, там же, по сути дела, тоже как бы, это формальный язык, язык теоретической физики тоже равно бы формальный, если его открыть, там всегда, там вот таких рассуждений, там вроде там нулевой толщины и так далее, никогда не будет, там всегда оговаривается бесконечно тонкое, там пусть ДВ бесконечно малый объем, потому что если там понятия нулевые, там нулевые размеры, то это просто противно интуиции, причем противно во всех смыслах, эмоционально в том числе. Между прочим, я вот тоже не согласен, что теория Евгения Васильевича практически нереализуема. Я, конечно, вот сходу сейчас ее верифицировать не могу, но вот в голове появляются две, по крайней мере, гипотезы ее реализации и верификации в жизни на практике. Ну, первая, вероятность, подчеркиваю, вероятность, это бильярд, шары бильярдные, а вторая вероятность, это японские шашки ГО, где мы вот тоже по этой же, по этому принципу, ну, по этому принципу делаем и решаем ходы, то есть в жизни, в жизни теория, которую нам предложил Евгений Васильевич, она вполне может быть верифицирована или опровергнута, или опровергнута, спасибо, да, вот такое маленькое уточнение, небольшое, это мои предположения, конечно, предположения на сегодняшний день. Проверим вашу теорию на японских шашках. Евгений Васильевич. Ну да, но в любом случае какую-то бесконечную серию чего бы то ни было физически, конечно, не реализуешь. Кстати говоря, забавно, что когда я вот этому своему физику говорю, ну хорошо, если там не нулевая, бесконечно малая толщина, он такой, ну тогда да, проблема, тогда надо думать. если абстрагироваться, например, от того, что материя состоит из атомов, и в этом смысле дискретно, ну, по крайней мере, вещество, не материя, вещество, если от этого абстрагироваться, и, допустим, вернуться там на 300 лет назад, когда можно было еще думать, что материя непрерывна, но вот если думать так, тогда, тогда, конечно же, вся эта картина, вся эта бесконечная серия, например, тех же самых стенок очень даже реализуема, просто берем вот дощечку и обнаруживаем, что она состоит из двух половинок, одна из этих половинок состоит из двух четвертинок, ну как половинок второго порядка, одна из этих четвертинок тоже состоит из двух осьмушек, ну и так далее, и получается, что на самом деле вот такая бесконечная серия утончающихся слоев уже реализована. Вот, но, но это так, это так, в общем, фантазии. Вот, может быть, можно я еще... Сергей, здесь уколов? Я еще Сергея хотел про чем спросить? Сергея уже нет. Ну что, дорогие коллеги, я так понимаю, вопросов и соображений различного толка больше ни у кого нет? Есть вопрос. Есть вопрос. Так задавайте тогда. я его дважды, я его дважды в чате выложил, в чате выложил, так на него и организаторы не ответили, он завис, как бы, в чате есть вопрос, два раза его напечатал, то есть я могу его повторить в устной форме, поскольку тема, я считаю, очень важная, архиважная тема, вот не знаю, как вам, мне эта тема очень нравится давно, давно и мои коллеги жалуются, что настоящая, серьезная, умная литература по теории аргументации нет, а тем более, не знаю, как у вас, в Кабаровске появилась путаница, очень серьезная путаница, своим указом ректора Тогу бывшего Политена взял и переименовал всю культурологию в своем учебном заведении в логику и критическое мышление, то есть с древнейших времен, то есть после развала Советского Союза читалась культурология и в один прекрасный день 31 августа разбух культурология переименовалась в логику и критическое мышление. Так вот, на практике, то есть вопрос-то практический, очень важный вопрос практический, а никто не знает, то есть на кафедре никто не занимался, во-первых, ни логикой, никогда в жизни ни разу с ней не занимался, во-вторых, тем более никто никогда не занимался ни аргументацией, ни критическим мышлением, ну и естественно, и естественно, вот преподавание для всех, повторяю, для всех факультетов, а их очень много, поверьте, это их очень много, факультетов, там групп, делений, подразделений, учебный курс зависит. У меня вопрос, уже извините, прагматический вопрос со стороны берегов Амура у нас прагматики, живут на Дальнем Востоке, нас мало, мы по-другому не можем здесь выжить, вокруг нас очень много китайцев, японцев, корейцев, поэтому вопрос прагматичный, собираются или нет организаторы публиковать статьи, статьи в сборнике, тоже у нас без индексации в РИНСе не принимаются сборники в отчет по науке, вот с индексацией в РИНСе это вопрос к организаторам. Я думаю, что каждый докладчик самостоятельно может принять решение о том публиковать свое выступление или какую-то статью написанную на основе выступления или не публиковать и где это делать. В общем, мы как организаторы... Это все правильно, это все правильно, мы опубликуемся, но название очень хорошее, логика и аргументация у вас, понимаете? У вас шапка, шапка у вас замечательная, шапка, голова у вас отличная, вот что я, на что я намекаю, у вас голова просто отличная, ее надо к телу привязать. У нас тут есть другая шапка. Спасибо за комплименты. То есть, я так понимаю, вы приглашаете наших авторов опубликоваться. Я думаю, под варьем. Давайте сделаем так, давайте сделаем так, вы напишите свои координаты в чат, и если кто-то из наших участников захочет, они с вами свяжутся. Хорошо? Хорошо, спасибо. Я вас понял. Вопросов нет. Вот. Ну что, на этом тогда мы сегодня, пожалуй, закончим наше обсуждение. Ну а вот шапка, которая тут есть, еще одна, вот такая вот. Вот, можно еще в ней побывать. Вот, все. Всем спасибо. Всем спасибо. В днем логики, господа, все обсуждение. Спасибо, спасибо всем. Спасибо. всех с днем логики. Очень рад всех. Дорогие, вам, коллеги, спасибо большое, прибольшое. Вы прям молодцы. Без вас куда? Там мы-то не молодцы. Вы молодцы, что нам пришли. Вы молодцы, Лена Николаевна, всего доброго тебе. Ирина Николаевна, почему вы не проводите конференцию по логике? Ну, раз это прозвучало последним вопросом. Никогда в жизни. Нет, почему? Да, мы проводим, но в этом году случилось так, что сначала меня зазвал заезжий купец по фамилии Кислов выступить. Вот вы сейчас его видите. А после этого друзья из высшей школы экономики попросили сделать доклад на опять же вечером на семинаре про Зиновьева. У меня есть публикации. Ему 200 лет в этом году. То есть 100 лет исполняется со дня рождения, прошу прощения. Вот. И поэтому оказалось, что промежуток в два часа, который у меня остался между двумя этими событиями, он недостаточный для того, чтобы организовать что-то в Петербурге. Так что вот ангажемент был полный по случаю праздника. Поэтому вот будем ждать. Будем ждать. В другой раз. Примерно следующего года, Елена Николаевна. Ну, день логики, он каждый год бывает. Поэтому, да, что-нибудь организуем. Елена Николаевна, у вас там намечена осмысленная конференция в скором времени? Это имеется в виду в июне? Да. Да, да, осмысленная. Осмысленная. Ой, какое хорошее краткое название вы дали. Да, милости бросим. Как она правильно называется? Смысл и смысл образования. Это у нас такие либеральные смольные ветры, которые оказались позитивные. Вот. И мы очень рады этому. Так что, коллеги... В начале июня белые ночи, друзья, пожалуйста, приезжайте. Это очень будет хорошо и интересно во всех смыслах. Очень хотелось бы. Будем пробовать. можно с мамушками, нянюшками. Время такое, что все найдут чем заняться. Ну что, долгие проводы, лишние слезы. Ждем в логике. Ждем в логике, друзья. Пока-пока. Всем спасибо. Всем со всеми праздниками. Дзинь. Уважаемые коллеги. Всех еще раз поздравляем. Всем до свидания. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. До свидания.